Приветствуем всех на канале Элстория, с вами ведущие Руслана Аптенко и Вета Соболева. Сегодня у нас в гостях классный концепт-художник Сергей Дорохин. Всем привет, ребят, всем привет. Привет. Ну что, я очень рад, что меня пригласили. И очень рад тому, что все-таки у нас наша комьюнити развивается и проходят такие классные стримы, где люди обмениваются опытом, шарят свои знания. Спасибо, очень приятно. Спасибо, что согласился к нам прийти. Это для нас знаковый стрим, в том плане, что выгод уже вот, и мы будем с тобой сейчас разговаривать о твоем творческом пути, о том, какие у тебя были трудности, как ты к этому пришел. Не секрет, что это все дается большим трудом, напористостью и багажом знаний. Вот. Ну, я передаю тебе слово, как бы можешь начать вещать. Окей. Ну, вот сейчас вы видите мои старые работы. Не ужасайтесь, это не актуалочка. Вот. Вообще начал я свой путь художника, так скажем, как, наверное, многие из нас. Еще будучи ребенком, первые мои работы, это были изрисованные обои под столом. И обратив на это внимание, меня решили отдать в художественную школу. Ну, вообще началось там я и в детском садике, я рисовал ребятам каких-то, каких-то героев, персонажей. Мы очень фанатели тогда вот Street Fighter. И за неимением крутых таких игрушек мы рисовали их, ну, как правило, я рисовал ребятам. Мы их потом вырезали и вот играли вот такими там дядьками, мы их так называли. Вот. Ну, со временем потом я пошел в художественную школу. В художественной школе я отучился 8 лет. Вот. Но это обучение было таким очень сложным, больше сложным, наверное, для педагогов и окружающих, потому что я был хулиган очень и очень сильный, на грани, можно сказать, гопника такого. Вот. Меня интересовало больше боевое искусство и, как бы, тоже я этому посвятил достаточно много времени. И все уроки, как правило, проходили с выяснением отношений. Я всегда всем мешал. Под конец урока это были разорванные мои, как правило, девчонки. Девчонки разрывали мои рисунки. Разлитая вода, гуашь по всему классу. Сбегал с уроков, с пожарной лестницы. В общем, учился я, ну, просто от слова совсем прям плохо. Но, несмотря на все это, педагоги все равно замечали во мне некую такую особенность. Да, я очень любил фантазировать. И вот с моими любимыми занятиями это была композиция. Я всегда что-то придумывал интересное. Это всегда меня отличало от многих ребят. И я откровенно скучал на занятиях по натюрморту. В дальнейшем мы там рисовали уже гипсовые головы, когда уже стали постарше. Но мне было неинтересно по той простой причине, потому что я не понимал, как я это могу применить. То есть для меня всегда казалось до определенного времени, что вот это мой такой скромный навык, потому что его все-таки надо было развивать. Рисование – это такой некий рудимент, потому что я не знал, куда его применить. Я тогда и не мог даже предположить, что есть художники, которые рисуют концепт-арты, да, которые рисуют иллюстрации для компьютерных игр. Что мне было, безусловно, интересно. Мне казалось, что вот я сейчас закончу художную школу, и единственный мой путь, о чем мне говорили, то есть надо идти там в архитекторы. Вот это очень престижная профессия, ты вот умеешь там рисовать и так далее. Ну, я понимал, что это чертежи в первую очередь, и были мысли, может быть, все-таки пойти работать там, учиться на мультипликатора. Но опять же, у нас, как и наш кинематограф, как и наша мультипликация, мультипликация советская, да, она, конечно, великолепна, но вот сейчас этого особо не видно. И я тогда тоже не понимал, ну а что я буду рисовать, не мог как бы понять, к чему мне именно стремиться вот в этом направлении. И поэтому я решил воплотить свои детские мечты, я хотел стать таким, как Джеки Чан, это был мой любимый актер, каскадер, я думал, стану каскадером, буду актером жанра экшен, тем более вот я занимаюсь каратэ, трюками и так далее. И я некую часть своей жизни посвятил актерскому мастерству, я поступил в театральный институт и выучился на актера драматического театра и кино, и при этом я наотрез совсем прям вот отказался от арта, как такового. Если в институте где-то требовалось там нарисовать какие-то декорации, да, какие-то пропсы, так скажем, для сцены, для спектакля, я максимально просто отказывался и говорил, вот-вот-вот есть ребята, вот они рисуют, вот, пожалуйста, к ним, вот только не я. Вот, мы в какой-то период времени, так получилось, что в институте я с ребятами познакомился, которые увлекались фэнтези, бывшие такие ролевики, и мы с ними начали играть в словесно-ролевые игры в настольные, и я погрузился в мир Властелина Колец, погрузился в мир World of Warcraft, Ведьмака, это где-то уже курс на третьем, наверное, на четвертом, вот вышла игра Ведьмак. И вот меня это начало все увлекать, и тогда я начал понимать, что оказывается, вот где-то есть такая профессия, да, которая называется там иллюстратор, который рисует для компьютерных игр и так далее, вот. Вот, и начал потихонечку как-то вот на это обращать внимание, но это вот все было такое неосознанное представление всего этого, то есть я еще не был готов всерьез этим заняться. Вот, и тогда я помню еще выписывал журналы, журналы Мир Фантастики, Мир Фантастики, и самая моя любимая колонка, это была про художников, да, про иллюстраторов. Вот, и я помню, меня очень сильно впечатлило, и что определило, наверное, мой путь, я увидел работы Крейга Стейплза, художник, который рисует, по-моему, до сих пор для Magic the Gathering, пишет он маслом. Но больше меня впечатлили не его работы, а меня впечатлила его фотография, где он живет в загородном доме, у него, значит, такой на чердачке своя мастерская, стоит, значит, мольберт, да, на холсте у него недописанная работа и такая там лестница, уводящая вниз куда-то в дом. И я подумал, вот же здорово, да, человек занимается любимым делом, он погружен в мир фэнтези, погружен в мир фантастики, пишет крутые работы, наслаждается жизнью, живет в своем доме, и вот, не выходя из дома, да, творит невероятные вещи. Меня почему-то вот это так впечатлило, я увидел некий такой набросок, да, своего пути, я подумал, что вот я бы хотел так же, вот такого уюта, да, такого вот направления в своей жизни. И это засело в моей голове, но я, опять же, не понимал, как вообще к этому прийти, и однажды, опять же, в том же мире фантастики я увидел статью про Лео Хао, вот, и я подумал, почему бы мне не написать этому художнику, потому что мне его работы очень тогда нравились, ну, они мне нравятся и сейчас, а такой, да, классический, олдскульный художник, мне понравилась его штриховка, его брутальные персонажи, я подумал, блин, вот, спрошу у него совета, и так получилось, что я ему написал, он мне ответил. И меня это очень сильно тоже вдохновило, я подумал, ого, человек, да, легенда, просто так общается со мной, и в итоге мы с ним познакомились, вот, и он мне давал какие-то советы, я, там, закидывал его своими очень страшными работами, вот, но, тем не менее, спасибо ему за терпение, вот, и благодаря Лео Хао я познакомился также с Андреем Кузинским, Андрюха, привет, вот, и мы сейчас с ним очень тесно дружим, и также Андрей меня тоже очень сильно вдохновил, но я все это наблюдал так со стороны, то есть я смотрел, как он рисует, я помню, я был свидетелем, как он делал свою конкурсную работу для Blizzard, и выиграл тогда, и поехал в Америку, и вот эти пазлы, они у меня все начинали складываться в какую-то единую целую картину, причем я был еще в гостях у Лео, и видел, как он живет, и меня это тоже очень впечатлело, и я подумал, что вот все-таки, наверное, вот это тот путь, которым бы я хотел заняться, но тогда вот мое эго, оно мне немножко не давало переключиться на это, мне все-таки хотелось историю с кинематографом, ее как-то закончить, да, поставить какую-то точку, либо да, либо нет, и я все-таки пошел в актерство дальше и не рисовал, вот, но уже на актерском пути я тоже столкнулся вот с нашей русской действительностью, я понял, что все-таки сниматься в российском кино это не фильмы про Джеки Чана, это не фильмы там, да, Мстители и так далее, и я в этом разочаровался, и подумал, а что же мне дальше делать, как мне быть, и вот тогда я все-таки начал более серьезно подходить к арту, более осознанно, и вот сейчас давайте остановим мои старые работы, посмотрим на новые, чтобы все-таки, может быть, видеть некую разницу, вот, и, собственно, вот тогда я начал именно осознанно подходить к своему, вот уже творческому пути, так скажем, я помню, тогда у меня были трудности, и финансовые трудности, и трудности с работой, потому что все-таки актерская профессия, она такая очень нестабильная, да, если мы говорим, что фриланс нестабильный, то актерская профессия супер нестабильная, сегодня тебя позвали, ты снялся в достаточно хорошем там каком-то сериале, но, как правило, я снимался в низкобюджетных сериалах, и всегда был некий подозреваемый в убийстве, такие, как сериалы след и так далее, вот, у меня было одно амплуа, ну, парень спортсмен, качок, давайте-ка мы его возьмем на роль какого-нибудь тупого гопника, вот, собственно, приходилось играть такие вещи, и когда я полностью уже пришел к тому, что все-таки мне нужно что-то менять в своей жизни, я хочу заниматься творчеством, я хочу рисовать, вот тогда наступили очень тяжелые, мучительные будни, потому что у меня был маленький ноутбук, старенький, маленький планшет, причем который я купил на последние деньги, я помню, где-то подхалтурил, купил его, и сидел на деревянной табуретке за деревянным столом, я помню, Андрюха заходил туда в гости, я думаю, он помнит эти те же времена, он видел, как я пыжусь, вот, спрашивал у него какого-то совета, вот, и, собственно, поставил перед собой цель, я все-таки сказал себе, что окей, я достигну вот того, что я себе представил, вот, несмотря ни на что, и я попер прям как паровоз, я помню один такой знаковый момент, я вот все учился, учился, я каждый день просто сидел рисовал, какие-то смотрел на ютубе спидпейнты, ну, за неимением, да, опыта, за неимением, все-таки, какого-то знания, хотя мне Андрюха помогал, но почему-то я всегда его советы отчасти игнорировал, я думал, что есть, наверное, какой-то быстрый путь, все-таки я сейчас вот сделаю вот так, и у меня круто получится, но он был прав, нужно все-таки посидеть и помучаться, вот, но я не понимал, почему вот сам процесс рисования, он мне не так близок, да, но при этом мне хочется что-то делать, вот именно связанное с Артон, тогда я тоже не мог себе ответить на этот момент, только спустя некоторое время с опытом я смог это сформулировать, потом я позже об этом скажу, и вот эти мои тренировки, тоже нужно сказать спасибо моей супруге, потому что она так стоически все это переносила и понимала, что да, действительно, я иду к какой-то некой цели, и иной раз как бы прощала мне вот эти долгие сидения за компьютером, потом я уже нашел себе работу, и я уже это совмещал, в перерывах я сидел рисовал, под конец рабочего дня были красные глаза, и отваливалась поясница, вот, я помню, у меня была основная проблема-то с усидчивостью, то есть я такой человек по жизни очень активный, тем более у меня очень спортивное прошлое, я не мог просто сидеть там по 12, да, там по 10 часов, это было для меня тяжело, но я подумал, как нужно сделать так, чтобы вот пройти этот момент, чтобы выработать в себе усидчивость, я помню, тогда мой знакомый товарищ предложил мне работать продавцом, продавцом некой кош-галантерей в магазине, маленький такой островок, я ничего, вообще ничего не понимал в продаже женских сумок, но я сказал, окей, давай, мне нужны деньги, и мне нужно свободное время, чтобы я мог сидеть, спокойно рисовать, меня никто не трогал, и я с 10 утра до 10 вечера, я вот сидел вот в этом вот торговом центре, на этом островке, ну, представляете, да, женские сумки, сидит такой качок за маленьким таким ноутбуком, и сидит что-то рисует, каких-то орков там, эльфеек там и тому подобное, и вот я просто понимал, что вот я сижу на рабочем месте, у меня там с 10 до 10 рабочий день, я не могу никуда выйти, да, только в туалет, там пойти пообедать, поужинать, и все это время я вот сидел и рисовал, 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 отвлекался на покупателя и опять продолжал рисовать, где-то это было, может быть, пару месяцев, но вот этот, вот этот такой челлендж, он выработал во мне достаточно такую хорошую усидчивость, вот сейчас я могу сидеть очень долго, вот, ну и, собственно, постепенно, постепенно, совмещая какую-то основную работу вот с такими артовыми вещами, да, с самообучением, как правило, это было самообучение, начались появляться некие фрилансы, я помню первый фриланс, это было, мне попросил заказчик нарисовать танк, собственно, это оказалось неким знаковым, потому что сейчас я работаю в аргейминге и тоже делаю танки, и я подумал, ну, как я буду, я всю жизнь, там, все это время я тренировался рисовать каких-то орков, там, да, монстров, и тут танк, вообще никогда ни разу в жизни я этого не делал, и тут я начал пробовать фотобаш, и у меня на удивление начало получаться, и, в принципе, неплохой получился танк, мне даже за него заплатили, вот, и, собственно, вот с этого потом потихонечку на меня начали уже сами выходить некие заказчики, вот, и начал появляться такой вот, пусть и небольшой, но фриланс, и, соответственно, за счет вот этого фриланса у меня опять же начал копиться опыт, практика, начал уже понимать, как выстраивается работа, и потом я уже подумал, что надо попробовать все-таки поработать в офисе, нужно уходить на что-то серьезное, но до вот этого фриланса, да, чуть-чуть вернусь назад, я очень много раз пытался устроиться в некие, ну, в разные компании, это были и мобилки, это были что-то посерьезнее, а-ля там, mail.ru, и везде всегда был отказ, я не помню, но отказов, наверное, 50 я точно получил, потому что я тестовые просто заваливал все, мне очень хотелось попасть в эту индустрию, но вот опыта у меня не хватало, а желания было очень много, тогда я вот себя помню, я успокоил, я сказал, окей, ты к этому еще не готов, вот, реально, если так много отказов, значит, ты еще к этому не готов, ты будешь готов уже к этому тогда, когда к тебе сами будут приходить люди, и вот тогда я ушел работать тренером, и в перерывах между тренерством я сидел, рисовал, и вот тогда уже начали действительно сами появляться заказы, вот, я просто набрался терпения, вот, и потом, со временем, когда накопился опыт, я уже попал в первую мою такую офисную работу, это был стартап, естественно, после этого, поработав там, я сказал себе, что больше я со стартапами не связываюсь, вот, но, тем не менее, работа была, в принципе, интересная, это такие, знаете, иммерсивные VR-аттракционы, где ты приходишь с командой, с ребятами, с друзьями, и вот вы там в шутеры играете, да, как там различные хорроры и так далее, командные какие-то шутеры друг против друга, и вот вы бегаете по огромной площадке, у вас стретчат камеры, и все это происходит в виртуальном пространстве, вот, и первое время было интересно, то есть были какие-то интересные задачи, мы разрабатывали мир, такой достаточно хоррор-экшен страшненький, вот, но у нас там не заладилось с инвестором, и вся команда со временем просто ливнула, и мы этой же командой нашли новых инвесторов, и организовали уже новую VR-компанию, и там я уже начал потихонечку понимать, что да, вроде бы интересно, но так как нам нужно было быстро выйти на рынок, то, опять же, мне работать концепт-художником как таково не получалось, то есть я начал делать какие-то промо, какие-то вот иллюстрации приуроченные там к 23 февраля, там к 8 марта, ну, знаете, вот такое, какие-то рекламные баннеры, мне это настолько перестало все это нравиться, я подумал, что, блин, вот я действительно занимаюсь все-таки не тем, хотя команда классная, проекты были действительно интересные, но вот я понял, что это не мое, я занимаюсь не тем, и, в принципе, вот сейчас, да, тоже буквально недавно обращались ребята с предложением поработать в VR, я понимаю, что все-таки VR это не для меня, мне, в принципе, не нравится, как вообще все это выглядит пока, что, возможно, в дальнейшем это будет выглядеть очень круто, но вот пока он меня не вдохновляет, этот VR, и, в принципе, я только когда работал вот в этих стартапах, только тогда я пробовал там Oculus, что-то вот в этом духе, но все-таки не мое это. Извини, я тебя сейчас перебью, а вот есть ли разница между концептами для игр и вот для VR-проектов? На самом деле, как бы, сильно разницы нету, но есть одна очень такая крупная разница, это о том, что VR, в нем все-таки есть своя специфика, очень много ограничений, и вот именно из этих вот каких-то технических ограничений ты не можешь разгуляться, там, с точки зрения, например, я помню, там, делал персонажей, там, мы хотели сделать, там, никаких пиратов, и я помню, что я, там, придумывал, там, с одеждой, да, там, плащи, там, ну, как это бывает в классической всей этой истории, но вот тут же ребята сказали, о, это будет дорого по производительности, давай-ка что-нибудь там попроще. Я вот постоянно в это упирался, то есть это дорого, это дорого, это дорого, и хотя я понимаю, что, например, там, да, в какой-нибудь игре, которая сделана, там, на Unreal, там, для платформ PC, или, там, да, каких-то игровых платформ, возможно, это без каких-либо проблем, но вот в VR были такие вот ограничения, но в большей степени были ограничения, связанные все-таки с производством, с самим продакшеном, потому что нужно было выйти срочно на рынок, и мы использовали уже какие-то покупные ассеты, и мне как таково не пришлось полноценно поработать концепт-художникам, вот. Ну и в целом, как бы, когда получается конечный продукт, ты смотришь на графику и понимаешь, что, блин, ну, ну я бы, вот, например, там, да, я бы в это бы не особо играл. И когда ты понимаешь, что ты сам особо в этом проекте не заинтересован, то, как бы, и мотивации особо нету. И вот тут я для себя такой первый чекпоинт запомнил, что для меня все-таки очень важно, что за проект. Не важно сейчас даже, там, сколько там денег, будут платить. На первое время, да, тебя будут подогревать деньги, тебя будут они вдохновлять, но потом, когда проект все-таки действительно, вот, он не твой, тебе это неинтересно, какие бы деньги бы тебе не платили, ты потом потухнешь, и тебе уже действительно будет не до денег, ты будешь хотеть чего-то другого, потому что все-таки, мне кажется, вот, творческая реализация в проекте, который тебе нравится, она важнее. Потому что мы художники, мы люди такие, фантазеры, поэтому вот, вот как-то так. Да, спасибо за ответ. Да, и вот после этого я подумал, что, наверное, все-таки нужно искать что-то другое, и пока я работал, я начал подыскивать себе варианты. Я помню, нашел на Headhunter объявление, что Wargaming ищет CG-артистов. Я тогда еще не до конца понимал вообще, что такое вот там CG-артист, что там требуется, вот. И в итоге я отправил свое резюме. Очень долго мне не отвечали, потому что это тоже было в канун Нового года. И потом мне ответил HR. Он со мной созвонился. Он, в принципе, рассказал какие-то основные их требования и основные их моменты по работе. Ну и вообще до этого я всегда себе говорил, что танки, о господи, я никогда не буду рисовать танки. Вы что, танки, это же настолько скучно и неинтересно, вот. И всегда думал о том, что вот, ну только не Wargaming, вот только не Wargaming. И в итоге я такой сам же написал Wargaming на свой страх и риск. Я подумал, да, ладно, будь что будет, но хочется уже что-то побольше, покрупнее, хочется расти. И уже в собеседовании я начал понимать, что у ребят достаточно широкий спектр задач. То есть это не только танковые иллюстрации, это какие-то и концепты, и другие проекты неанонсированные, которые вообще никак не связаны с, там, Hard Surface, да, то есть там, хотя, как правило, это везде Hard Surface, потому что Wargaming, он в этом очень имеет большую экспертизу. Вот. И я подумал, а почему бы нет? Это интересная история и это опыт. Тем более мне предстояла релокация. И я на тот момент очень грезил релокацией, я вообще хотел уехать куда-нибудь подальше. Было такое немножко подавленное состояние. Вот. И получилось так, что произошло у нас. Там вообще, когда тебе делают, прежде чем тебе сделать оффер, в крупных компаниях очень много этапов собеседования. Сперва ты общаешься просто с HR, потом ты общаешься с HR и с ArtLead. Потом, вот, потом ты общаешься с ArtLead, с HR, уже с главным HR и с супервайзером. И только уже потом, после этого, когда ты со всеми, грубо говоря, людьми пообщался, тебя приглашают уже на личное собеседование. Я помню, мы с женой поехали, полетели в Минск, нам оплатили перелет, нам оплатили гостиницу. Все было очень прям так, очень, очень круто. Я был впечатлен. Сделали экскурсию по офису, потому что офис в Минске реально очень крутой. Он очень красивый и, блин, супер креативный. И в Минском офисе просто легендарная столовая. Мне удалось там покушать. Провели меня в музей. Я посмотрел все какие-то знаковые их вещи. И меня, конечно, это впечатлило. Я очень хотел работать в офисе. Я думал, вау, это будет вообще первая моя работа в офисе. И, в принципе, и Минск мне очень понравился. Но это все было до ковида. Вот. И когда мне сделали офер, наступил ковид, я переживал, я думал, что я не смогу выехать из России. И мы буквально выехали вот в считанные дни. И на следующий день просто закрыли границы уже с Белоруссией, там, с Украиной. И все, и мы приехали в Минск. Мы приехали в Минск и оказались изолированы просто от всего. Мы думали, что мы там сможем и по Европам ездить, потому что все это рядом. Вот. И так получилось, что вот эта гнетущая обстановка с ковидом, потом политическая ситуация. И причем, когда я приехал в офис, я не вышел, потому что все ушли на удаленку. Я остался, вот я просто переехал в Минск, и остался работать дома. Вот. Ну, за это время мы изучили весь Минск. Конечно, он очень красивый, очень такой уютный, такой домашний. Атмосфера действительно в Минске веет вот таким все-таки советским антуражем. Очень много осталось вот этих вещей. И после Москвы, конечно, мне показался город совершенно пустой вообще. То есть я подумал, ого, тут можно дышать. Вот. И чистые озера. Ну, я был очень, на самом деле, рад. То есть нисколько я не жалею о том, что я уехал в Минск. Ну, правда, мы вернулись уже обратно. Со временем просто мы начали понимать, что, ну, а чего нам здесь делать? Потому что все-таки работаю я из дома. И, в принципе, очень много есть вещей неудобных для человека, у которого нет гражданства. Ну, и опять же, вся эта политическая обстановка. И мы начали понимать, что все-таки нет. Надо возвращаться обратно. И, собственно, вернулись обратно. И вот сейчас я работаю до сих пор в Wargaming с большим удовольствием. И работаю удаленно. Вот. Проекты интересные. И вообще, на самом деле, компания очень такая friendly. И для себя, например, я сделал вывод, что в компании очень сильно вырос, потому что компания очень сильно саппортит в этом. Пожалуйста, курсы, какие хочешь. Если ты хочешь учиться, тебе компания поможет. Английский, пожалуйста, если ты хочешь учиться, тебе компания отдаст эти курсы. Какие-то крутые художники, которые там также могут приезжать на различные мастер-классы. И, в принципе, команда очень крутая, которая тоже шарит знания. Вы между собой шарите эти знания, общаетесь друг с другом. И все это очень сильно тебе помогает в росте. Я думаю, что это не только связано, наверное, с Wargaming. Это с любой крупной компанией, я так думаю, выстроены такие отношения. И когда ты попадаешь в крупную компанию, ты, во-первых, начинаешь понимать, как выстраиваются все вот эти бизнес-процессы. Начинаешь понимать, как считается работа, оценивается работа по арту. Как выстраиваться пайплайн работы. Начинаешь весь этот бизнес понимать больше, лучше. Потому что, когда ты все-таки фрилансер, то тут ты немножко находишься в таком информационном вакууме. Поэтому в качестве опыта, если вы все равно любите фрилансы, планируете работать на фрилансе, все-таки в качестве опыта я бы рекомендовал хотя бы раз в жизни поработать в какой-нибудь крупной студии вместе с командой. И вот почувствовать, что это. Потому что это действительно очень классно. Ну и, соответственно, плюсы и минусы. Если вот я, да, у меня 50 на 50 примерно получается. То есть я работал и на фрилансе, и вот в компании. Плюсы и минусы, они есть везде свои. Да, на фрилансе это, конечно, вот сразу могу сказать, это нестабильность. Но сейчас фриланс выстраивается таким образом, что сейчас есть очень много аутсорс-студий, которые тебя, опа, они тебя нашли, ты сделал с ними пару заказов, и в принципе они тебя больше не отпускают. Если ты с ними постоянно стабильно работаешь, то по факту ты имеешь стабильный фриланс всегда. И, как правило, у многих художников у них так и происходит. То есть у тебя 2-3 аутсорс-студии, которые тебя постоянно закидывают заказами, если ты с ними сработался, то по факту ты будешь иметь работу всегда, бесперебойно. А если говорить про работу в команде, в офисе, даже так сказать, в условиях современных реалий, не в офисе, а in-house, то ты работаешь с командой, у тебя есть взаимодействие с людьми, это очень круто. На фрилансе такого вряд ли будет. У тебя есть 100% защищенность и финансовая, и социальная, потому что ты всегда вовремя получаешь зарплату, у тебя есть премии, у тебя есть подарки, у тебя есть ДМС, медицинское обслуживание и так далее. И это, конечно, решает очень много вопросов и моментов. Да, на фрилансе ты можешь заработать больше, потому что, в принципе, ты можешь поставить любую цену. И согласен, не согласен заказчик, это уже как бы его вопрос. Да, ты можешь выбирать любую работу, какая тебе нравится. Не нравится, взял, отказался, не стал работать. В этом, конечно, есть гибкость на фрилансе. Если ты работаешь компанией, тут, конечно, такой гибкости уже нет. То есть все, у тебя есть задача, и все нравится, она тебе не нравится, ты как бы ее должен сделать. Ну, в принципе, у нас также варгейминг в этом плане френдли. Если вот я, например, совсем практически не работаю в стилизации, это не мое, я ее не чувствую. Я могу сказать, если мне дают такую задачу, я могу сказать, ребят, это вот прям совсем не про меня, дайте мне лучше что-нибудь другое. И без проблем подыщут тебе задачу, с которой ты справишься лучше. Потому что, опять же, компания старается, чтобы тебе было комфортно работать, и чтобы ты приносил максимум пользы. Вот так. Такой симбиоз. Поэтому тут я считаю, что на фрилансе очень круто работать, когда ты уже сложился как художник, когда у тебя уже есть действительно там некое имя, да, уже некая репутация в индустрии, о тебе знают. И вот тут, конечно, работать комфортно. Тебя уже сами ищут, и ты уже просто выбираешь, да или нет. Вот. Ну, а в компании, как правило, если ты работаешь долго, то ты начинаешь либо потухать, потому что со временем тебе однотипные задачи, а ты от них начинаешь уставать, и ты начинаешь думать о том, что, возможно, тебе нужно что-то другое, но компания, она тебе может дать только то, да, над какими продуктами она работает. И тут вариант такой, то есть либо ты растешь дальше в менеджерские какие-то позиции, арт-лид, либо дальше вообще в арт-директора, либо в спикера. Вот. Потому что, например, у нас в компании тоже есть такое направление, что ты можешь быть спикером и от лица компании участвовать в различных ивентах, там постоянно есть что-то рассказывать. Вот. То есть вот такой вариант, чтобы тебе не было скучно. Опять же, все зависит от самого художника. Нужно всегда быть проактивным, потому что если ты только рисуешь, ты рано или поздно все равно заскучаешь. Ну, это мое мнение. Вот. Ну, и вот я бы хотел поговорить еще о том, как со временем я начал понимать, что я хочу от своей профессии, да, то есть в каком направлении мне двигаться, потому что особенно в начале своего пути, когда ты начинающий художник, ты пробуешь все. Вот. Я помню, я смотрел на работы там Андрея, я очень ими вдохновлялся, я думал, ой, классно, блин, вот у него такой офигенный мазок, да, у него такая классная там штриховочка, вот хочу тоже, мне нравится, как он там делает вот эти скетчи. И как бы в этом направлении я копал, но понимал, что, блин, вот что-то вот как-то не идет, вот не подходит флоу, вот я так это называю, да, поток. Потому что у каждого свой темперамент, я считаю, что под свой темперамент ты сам находишь со временем комфортный темп работы, комфортные задачи, и из этого выстраивается потом твое направление, да, есть ребята, которые там, как, например, Булгаров, да, то есть он только в 3D делает мехов, вот, и ему проще, гораздо быстрее и понятнее поработать вот именно там в ZBrush, да, там в мой 3D или PSY, чем он будет, например, там делать какие-то скетчи, да, это его флоу. Вот, я, например, для себя потом начал понимать, что мне нравится работать быстро, и мне нравится передавать идею. Понял я это не сразу, потому что вот я очень долгое время пытался в иллюстрацию, в классическую двигаться, вот, и как бы вот натыкался на такую вот, на такую стену глухую. Я понимал, что, блин, вот что-то не идет, я мучаюсь от этого процесса, и не получаю от него удовольствия. А есть художники, да, которые получают удовольствие от долгого рисования. Вот есть, например, мэтт-пейнтеры, да, вот мне тоже мэтт-пейнтер, он мне не подходит. Мэтт-пейнтеры – это люди, как я их называю, с чугунной задницей, которые сидят, и вот они каждый пикстиль, они там просто вот доводят до такого идеала картинку, что ты действительно понимаешь, что, блин, ну, это фотография. И это крутые ребята, и я так не могу. Я пробовал делать мэтт-пейнтеры, но для меня это просто такое мучение, что я сказал, нет, больше никогда. И я нашел для себя вот такой подход именно в качестве концепта арта. И опять же, внутри концепта арта есть два направления, есть концепт-арт и, да, есть концепт-дизайн. Вот на стрелку последний раз приезжал Джамма, вот он об этом говорил. Концепт-арт – это вот примерно вот, да, вот сейчас картинка, вот это концепт-арт, когда мы передаем настроение, мы передаем атмосферу. Вот, вот это, да, концепт-арт. Когда ты больше работаешь над, вот, именно каким-то ощущением. А есть концепт-дизайн. Вот концепт-дизайн – это вот как я делал своего киборга, Это когда ты продумываешь и работаешь в первую очередь над дизайном. И я вот в последнее время начал понимать, что мне нравятся два вот этих направления. Мне нравятся кейфреймы, это концепт-арт, и мне нравится именно дизайн. И все это, что кейфреймы, что именно дизайн, это такое крафтинг, крафтить арт. То есть если я делаю кейфреймы, то я ищу ассеты. То есть я в первую очередь делаю скетч именно от руки. Я не пытаюсь его сделать фотобашным, я делаю все достаточно грубо, чтобы чувствовать свободу. Потому что если я сразу начинаю в скетчах делать фотобаш какой-то, то меня может закрепостить фотография. Я могу от нее потом, очень сложно мне будет от нее отказаться от какого-то там ракурса или еще что-то. Я буду в одном направлении однобоко мыслить. Поэтому вот я, например, для себя решил, что скетчи самые первые, композиционные. Я напрочь убираю фотографии. Я делаю только вот браш-строк, да, только ручками работаю. Извини, пожалуйста, можно спросить, извини, что перебиваю, по поводу твоих скетчей. То есть это у тебя лайн, шейп, где ты рисуешь на бумаге, как это происходит? На самом деле по-разному. Я стараюсь работать, знаешь как, от абстракции. То есть я беру какие-то текстурные кисти, я начинаю просто мазню. Я начинаю мазать, мазать, мазать. И из этого у меня начинает, из этой абстракции вырисовываться что-то. Ну, у меня есть, да, какое-то примерное направление. То есть я там понимаю, что у меня там есть герой, есть некая там какая-то история. И вот исходя из этого, из этих предлагаемых обстоятельств, я начинаю просто экспериментально, интуитивно размазывать вот все это по холсту. И опять же стараюсь сразу не делать лайн, потому что если я начинаю сразу делать лайн, то все. То есть я опять же закреп... идет закрепощение в конструкции. То есть я сразу же начинаю уходить в какие-то детали. Именно поэтому я на первых стадиях, я от лайна тоже отказываюсь. То есть я стараюсь все это делать более абстрактно. И в скетчах, даже если я делаю, например, персонажа, вот как тоже об этом топовые художники сейчас говорят, что, знаете, когда мы ищем дизайн персонажей, и мы делаем огромное количество силуэтов. Да, просто персонаж силуэтно, такой силуэт, сякой силуэт, и ты их там 10 вариантов силуэтов делаешь. Сейчас тоже уже это никто не делает практически, то есть от этого уже отказываются. Делают персонажа от идей. У тебя есть идея, и ты в первую очередь ее должен как-то продемонстрировать. Не просто отталкиваясь от силуэта, а именно отталкиваясь от идей. И уже внутри этой идеи искать динамику. Как правило, динамичные скетчи, когда вот есть некая динамика, есть такой экшен, в позе даже, это гораздо лучше заходит заказчикам, чем просто поза, например, там, А-поза. Поэтому вот я для себя определил, что мне нравятся кейфреймы, потому что над кейфреймами можно интерактивно посидеть. Во-первых, там есть история. Мне очень нравится работать с историей, рассказать эту историю. И когда я работаю над кейфреймом, мне не обязательно что-то брать и с нуля скульптить или моделить. Я могу все это собрать из каких-то ассетов покупных или скачать откуда-то. И все это мне ускоряет очень сильно работу, потому что я не участвую в конкурсе по 3D-моделированию. То есть мне главное взять то, что подходит для моей сцены, наполнить ее и передать сюжет. То же самое, если я работаю над дизайном, то я делаю какие-то скетчи. И опять же, провожу некий такой брейншторм. Ну вот я об этом рассказывал на CG-ивенте, как я подхожу к созданию дизайна персонажа. И уже исходя из истории, исходя из основной идеи, я сперва полностью проработаю его бэкграунд. Что это за персонаж? Откуда он? Чего он хочет? То есть я отвечаю на основной пак вопросов. Потом я ищу референсы, составляю мудборд. И все это я стараюсь делать, не закапываться опять же в это во все, а вычленять максимально нужное, полезное, чтобы не отвлекаться на лишний визуальный шум, я бы так сказал. Вот. И опять же, когда я составляю дизайн персонажа, мне вот сейчас проще работать в 3D. То есть я практически уже в фотошопе очень мало что делаю. Я делаю только какую-то финальную сводку своей работы. Я перехожу сразу в 3D, и мне гораздо проще в пространстве уже сразу же видеть со всех сторон персонажа и решать какие-то вопросы по дизайну с разных углов. Вот. И опять же, я использую какие-то китбаши. Вот. Максимально креативно стараюсь к этому подходить. Если у меня там где-то что-то там не сходится, там какая-то сетка там или еще что-то, мне вообще это не важно, потому что я не 3D художник. Я концепт-дизайнер, и именно поэтому я, как говорится, не боюсь использовать какие-то неординарные вещи и добавлять их в свою работу. Даже вот если посмотреть на этого персонажа, да, здесь очень много китбашей, какие-то грубые шейпы вылепленные где-то вместе с фото башем. Давайте я все-таки, наверное, больше акцентируюсь на нем на самом. Давай. Особенно мне очень нравится. Да, то есть у меня здесь, например, ну очень много и китбаша разного абсолютно, вот, и с разных паков. И свой у меня тут скульпт, вот. И где-то что-то я добавил через фотошоп, да, то есть просто какие-то... фото баш, вот, что-то дорисовано ручками. Ну, то есть я понимаю сразу же, то есть что мне нужно передать, какие основные моменты, и те вещи, которые мне не нужны, я над ними не работаю. То есть, например, я понимаю, что вот здесь прорабатывать руку, для меня это было не так важно, то есть я показал мне какую-то органику, и все. То есть моя задача создать вот общий дизайн. Общий дизайн. Потом уже, когда, например, уйдет к 3D-художникам, они могут уже что-то добавить своего. То есть я им тоже, как бы, оставляю некое... Внутри направления дизайна оставляю некое место для творчества, чтобы они также могли поэкспериментировать, да, и что-то добавить. Чтобы мой дизайн стал еще лучше, потому что это такая совместная работа. Вот. И мне нравится придумать... Вот сейчас, в последнее время, я понял, что мне нравится придумать вот такие штуки. И продумывать там вообще, что это за герой, как у него что работает. Тут у меня есть какой-то реактор там и так далее. Вот. Вот, например, здесь, да, то есть эти... Вот эти... Вот этот лисенок, мишки, я их, естественно, не моделил, потому что зачем мне на это тратить время? Я просто взял и скачал их со скетчфаба. Они бесплатные. Мы-то говорили, что мы позвали Крутона, а тот говорит, он там у меня скетчфаба, там у меня китбаш. Ребят, на самом деле, очень многие, вот я общался, так скажем, с Крутонами, они как раз-таки вот так вот и говорят, что не бойтесь использовать китбаш. Но для... Сейчас вообще идет вот это ассетное мышление. Почему? Там тот же Джамма Джарабаев, там, Big Medium Small, его компания, да, это ассетное мышление, и это крафт, опять же, крафт артов, крафт дизайна. И почему бы мне не использовать крутые наработки классных 3D-художников для решения каких-то своих задач? Почему нет? Это неплохо, это не зазорно. Это, как бы, они сделали большой плюс, они облегчили там, да, работу концепт-дизайнером. Это не значит, что, если я использовал вот так какие-то элементы из их китбашей, это не значит, что все, то есть, она вот... Это очень похоже на то, что они делали. Нет же, это совсем-совсем другой продукт. Вообще даже с первого раза вы не поймете, что здесь использован китбаш из каких-то ассетов. Вот, только если я об этом скажу. В этом тоже, как бы, заключается суть работы, то есть адаптировать под свои какие-то идеи, под свои проекты, адаптировать китбаш, который уже есть. Понятное дело, что если я соберу из китбашей, там, Black Phoenix, который замоделил Виталий Булгаров, то это не будет, да, какой-то оригинальной идеей. Я, наоборот, возьму его китбаш и использую это так, по-своему, да, переосмыслю все это. Вот. А, например, есть тоже яркий тому пример. Сейчас вот покажу. Ну, вот здесь вот эти части вот этих, да, сооружений, конструкций. Тут тоже я взял какие-то очень плохие по качеству краны индустриальные. Вот. И я просто вот налепил их. Я просто видел какую-то общую форму. Я взял за основу вот эти, да, нефтяные вышки, которые стоят в море, в океане. И я вот подумал, что вот они будут вот такие нефтяные вышки. На них живут люди. Вот. На таких сваях. Вот. И сделал вот такой дизайн. Вот. Потому что я понял, что вот мне нужна какая-то индустриальная конструкция. Но если бы вот это все я моделил, да, если бы я все это в блендере сидел бы, я бы кучу часов на это потратил. А мне нужно сделать это за 2-3 дня, грубо говоря. Вот. И я где-то день потратил на создание вот таких ассетов. Второй день я потратил на то, что я их поставил в сцену. Я очень сильно мучился, потому что в блендер, я тогда еще андрилом не пользовался, блендер просто кипел, потому что каждая вот эта конструкция, она где-то около 10 или 15 миллионов полигонов. У меня получилось. Но я ее потом адаптировал, правда. То есть я там диссимейт сделал. Но тем не менее, вот у меня три вот эти башни, и блендер просто умер после этого. Я рендерил, я не знаю. То есть мне же нужно выставить кадр, да, в блендере, включить рендер, потому что, например, EV, он очень сильно отличается от Cycles. И когда ты выставляешь в EV, ты такой, ага, вот тут вроде бы окей, тени так ложатся, свет правильно падает. Включаешь Cycles, у тебя вообще все по-другому. Там свет по-другому работает. Да, там просто по-другому работает, просчитывается свет. И ты такой, да господи, мне теперь надо все переделывать. Начинаешь ты все переделывать, и постоянно включаешь Cycles, и все, и эта работа, она так долго делается. И просто потом, когда я взял, открыл Unreal, и поставил эти... Это уже не фотобаш, то есть это все вот Unreal-ский шот. Да, но только я чуть-чуть тут добавил, пару эффектов в фотошопе. Я взял вот эти башни, я их просто сотнями туда налепил. Вот. У меня ни одного лага не было вообще. То есть у меня все летает, там все работает. Я все это вижу в реал тайме. Вот. Я взял вот эти конструкции, и с помощью инструментов моделирования я их сплюснул. У меня получились вот такие какие-то еще конструкции. Вот они там торчат, да, то есть если их разглядеть, вот они. Вот. И, соответственно, это все работает очень быстро, и тем самым я понял, что у меня освобождается больше времени и больше ресурсов для арт-дирекшена. Вот. В Блендере, например, очень мне комфортно работать вот с такими задачами. Мне очень нравится, как Cycles рендерит. Очень сочно, очень вкусно. Вот это зернышко мне нравится. Вот. И я для себя решил, что мне, например, очень комфортно делать вот такие работы. Это тоже вот в Блендере сделано. Вот. Ну, какие-то, да, не тяжелые. Хотя вот этот Меж тоже, он 22 миллиона полигонов есть. Ну, ничего. Блендер с ним справился. Вот. И понял, что работы такие крупные, большие, масштабные. Мне гораздо комфортнее делать вот environment и гораздо комфортнее делать в Unreal. И, в принципе, сейчас на Unreal переходят все. И потому что, во-первых, очень комфортно, потому что вот у меня была задача по-голому. Сейчас я тоже продемонстрирую. Вот она, да. И вот эти скалы, вот эти скалы делал не я, эти скалы, ну, тут нет, тут, конечно, фотобаш есть, вот эти скалы забашены. Но сами, сами вот эти скалы, они, вся эта конструкция, они были мне переданы в видеоотделом, нашими ребятами. И они их собрали в Гудини. Вот. А Гудини, это программа супер-хардкорная. И сцена вот этих скал, всего лишь этих скал, она весила 15 гигабайт. Вот. И они такие, я говорю, скиньте, ребята, мне их, я закину там и соберу сцену. Они такие, да ладно, 15 гигабайт, но ты прикалываешься. Я говорю, да нет, серьезно, скиньте, они мне скидывают, я открываю это в Unreal, у меня больше качалось. Больше этот меш, качался проект. И, ну, мне в FBX кинули, больше, да, времени потратил на скачивание. И гораздо быстрее я это все открыл, у меня это все работает. В Blender, я бы просто, мне кажется, я бы не смог это сделать. Вот. Тебя бы выкинуло с него, наверное. Ну, да, то есть, очень тяжелая сцена, очень тяжелая. И вот, если вы планируете работать в Unreal, да, ни в коем случае, во-первых, не нагружайте ваш диск C, выбирайте место для проектов, чтобы у вас было, больше, там, выбирайте жесткий диск, на котором у вас больше всего места, потому что проекты, они тяжелые. Но запускаются они очень быстро и работают они очень быстро. Сергей, очень не хочется тебя перебивать. Мы тут все сидим, слушаем, и ты прям наши мысли читаешь. Вот. Но, я думаю, будет уместно, если прежде чем, как мы перейдем к Unreal и дальше пойдем задать вопросы, которые накопились за это время. Вот. Если ты не против. Конечно. Вот. И если немножечко вернемся назад, вот был первый вопрос, как заработать имя? В первую очередь, я понимаю, что это сложно, но нужно отказаться от этого вопроса внутри себя. Вот действительно, нужно себе сказать, не думай об имени. Вот честно. А как только ты перестанешь думать о том, чтобы у тебя было много лайков на ArtStation, много подписчиков, вот как только ты перестанешь об этом думать, у тебя все пойдет. Потому что я, например, человек такой, я не скрою, у меня вот мое тщеславие, оно очень часто меня толкало на всякие вещи необдуманные, и вот мне вот это тщеславие, оно типа торопись, торопись, нужно скорее вот это сделать, нужно вот это, нужно вот это, так, и ты постоянно, так, я сейчас сделаю крутой арт, выложу на станцию, и буду каждую минуту проверять, кто поставил мне лайк, понимаете? И это большая трата энергии. Вот нужно как-то, не знаю, сходить к психологу, вот, и отказаться от этого, от всего, потому что это придет со временем. Нужно, в первую очередь, думать о том, как заработать опыт, как стать опытнее, как делать, как проимпровить свой арт, больше учиться, и только тогда, оно само все придет. Вот. То же самое, знаете, как вопрос, я тоже раньше задавался им, типа, какой мой стиль, да, какой мне стиль выбрать, какая моя стилистика, и ты вот такой выбираешь любимых художников, и такой, ага, вот этот вот так рисует, вот этот рисует вот так, и буду пробовать. И на самом деле, это тоже не тот путь, не нужно искать свой стиль, потому что каждый из нас уникальный, и несмотря на то, что мы пользуемся одними и теми же программами, и одними и теми же даже кисточками мы пользуемся, у всех они у нас есть, тем не менее, у всех все равно получается что-то свое и оригинальное. И это, думаю, уже больше зависит от ваших взглядов и от вашего характера. Вот как-то так. Спасибо большое за ответ. Вот ты еще рассказывал про то, как ты используешь 3D и 2D, компилируешь это все вместе и отдаешь 3D художникам дальше на доработку. И, соответственно, тут вопрос, какой баланс в 3D и в целом арта при взаимодействии с 3D художниками? Какой уровень свободы для 3D и недосказанности? Ну, до недосказанности там, конечно, не так много можно разгуляться. То есть какие-то детали, вот прям, да, совсем детали, их, конечно, можно упускать. Вот, например, да, вот эта конструкция, то есть я ее собирал, мне дали просто ассеты, мне дали ассеты игровые, сказали, вот, пожалуйста, у нас есть там всякие лестницы, у нас есть там всякие катапульты и прочее. Вот это из игры. Вот, пожалуйста, нам нужен дизайн, вот такой-то, такой-то конструкции, куда будет прыгать голум, а вот придумай ее. Ну, и мне, конечно же, не сказали, как. То есть я мог это делать и там с помощью фотобаша, мог это делать там с помощью просто ручками рисовать. Ну, я просто взял, закинул те ассеты, какие есть, в блендер, я их разобрал по запчастям, по досочкам, по балочкам, по гвоздикам, все это разобрал, разложил это все так как китбаш перед собой и просто пустился в творчество и начал собирать вот такую конструкцию, какую примерно они хотели. Скетч, причем, чтобы вы понимали, он был просто вот палочка-палочка-кругляшочек на салфетке и вот такую по этому скетчу я вот делал, ну и, соответственно, фантазировал. То есть я придумал, ага, вот пусть у него будет, например, там два яруса здесь, там пусть у него будут вот так балки. Ну, то есть я уже внутри направления дизайна, внутри, да, то есть какой-то своей задачи я уже начал фантазировать, начал работать. То есть у меня не было четкого, что вот тут надо вот строго вот так вот. Потом, когда я уже, было много итераций вот этой работы и уже потом арт-директор говорит, ага, Серег, вот у меня здесь были, например, веревки. Он такой, давай заменим веревки на цепи. Окей. И я вот везде эти веревки потом делал вот эти цепи, цепи. Вот. Потом, например, там у меня изначально они по-другому соединялись, да, то есть было по-другому сделано крепление. Они делали, вот давай мы сделаем крепление чуть по-ино, чуть иначе. Там не вот так, а вот так. Вот. И все это он оверпейнтом поверх делал. Я такой, да, окей, все. Я это опять заходил в дондер, пересобирал. Вот. А далее там были тоже моменты касаемо вот этой балки, да, то есть были у меня нерешенные вопросы с креплением. То есть, ну, я просто так вот приклеил там, и он такой, вот непонятно, не читается, как она крепится. Давай проработаем этот механизм. Ну, и я там подумал, раз-раз, и сделал. Вот. А потом я подумал, что не хватает визуального шума. То есть, все-таки это орочая конструкция, и нужно сделать что-то такое, чтобы вот казалось, что она такая кустарная. Я вот много вот этих штук, всяких кольев, всяких вот таких досочек, все это вот так налепил, налепил, но при этом, что мне нравится, когда ты работаешь в 3D, ты можешь сразу же, как бы, придать этому функциональность. То есть, ты сразу же видишь, куда это прикрепить, покрутить это все. И ты начинаешь уже как инженер мыслить, и такой, класс, и все. И я помню, каждую итерацию я скидывал, и вот этот скриншот, типа, дело сделано. И вот с этого мы прикалывались, что вот я такой орг батрак, и вот я батрачил вот над такой вот штукой. Вот. И еще одна конструкция, это вот выход. Если вот мы посмотрим на артецкий, наверное, вот здесь это видно. Да, вот она стоит. Вот. И вот этот выход, тоже мне сказали, нужно его как-то сделать, тоже. Он очень похож на один из игровых кассетов, но его нужно переделать, так как мы делаем как бы видео, оно должно отличаться. И вот я переделал из того, что нужно было. Ну и соответственно, вот эти все части, это тоже я как бы брал вот эту конструкцию, я ее разбирал, и уже здесь опять же фантазировал, делал какие-то переходы, какие-то тоже конструкции, вот тут вот это все. то есть наполнял жизнью, так скажем, вот эти вот все переходы. Вот. То есть если бы я бы это все делал в 2D, я бы, конечно, очень много времени на это потратил, и... ну, сами понимаете. вопрос какой, может я на него не ответил, я ушел куда-то. Здесь по самом деле... Извини, пожалуйста. Говори. Да здесь, здесь просто не дают тебя отойти на тему Unreal, вопросы еще идут и идут. То есть если, как у тебя по состоянию, ты готов еще поотвечать? Конечно, 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 с удовольствием поотвечаю на все вопросы. Отлично. А, тогда тебе плохо. Там просто было немножко уточнение именно про взаимодействие 2D-художника и 3D-художника. То есть насколько даешь возможность 3D-художнику фантазировать? То есть сколько... Ну, в рамках... Да, я понял. В рамках вот задачи. То есть вот понятно, если от меня требуют примерно такую конструкцию, я не сделаю что-то другое. Я не стану делать там третий экран, четвертый экран. То есть я буду действовать в рамках того, что от меня попросили. Но вот в дальнейшем вот эта конструкция, она у меня там без текстур, без всего. То есть я просто на нее материалы накинул. Я ее отдал уже 3D-отделу и 3D-художники винию уже замоделили сами. Вот. И возможно, конечно, что-то они уже... У них уже опять же идет взаимодействие с тем же самым арт-директором, с которым я взаимодействую. И они уже по моему концепту они уже дорабатывают эту модель. И в принципе там уже арт-директор решает, что в принципе можно туда добавить, а от чего можно отказаться. То есть он увидел концепт, мы его примерили к сцене, мы примерили, как там Голлум будет по ней двигаться, передвигаться. Вот. Они сказали окей, все, это подходит. И дальше уже они в принципе вольны делать с этим концептом что угодно. Он может быть потом в дальнейшем по итогу очень сильно на самом деле отличаться. но им просто нужно понять вот основу от чего отталкиваться дальше. Вот как-то так. А вот если не секрет, можешь сказать какие основные плагины в Блендере и Unreal используешь? Да. Я вам открою даже сейчас Блендер. Вот это в принципе я подготовил то, что я потом буду говорить про Unreal. А плагины у меня можно посмотреть здесь. То есть я использую Botanic. Но очень редко. То есть Botanic это ну можно там выбираем какой-нибудь дерево допустим его нажимаем ОК и оно вот у нас заспаунилось и вот у нас появилось дерево. И мы это дерево можем его размножить, покрутить и создать какой-то лес. То есть все. пожалуйста мне не надо лезть куда-нибудь опять же на какие-то сайты сторонние что-то там искать. То есть я могу эти деревья сделать уже здесь с помощью плагина. Скейтер я использую достаточно редко. Вообще в принципе он у меня стоит и стоит. Я даже в нем особо не разобрался. Бокскаттер я тоже еще в нем не сильно разобрался. Я моделью чисто по хардкору как стандартными инструментами в Блендере. Хардопс я очень хочу изучить. Я что-то там пытался в нем тоже делать. Хардопс очень крутая штука. И тоже я прям ее рекомендую. Вот она у меня на изучении вот следующая стоит. Блендер кит я использую очень часто, потому что здесь можно найти кучу ассетов моделей. Вот он сейчас их загрузит. вот и можно выбирать их по категориям вот тут надо выбрать free где же оно ставится что-то я не помню. Ну в общем тут есть вот это покупные но если полистать вот они есть бесплатные какие-то то есть тоже опять же мы например industrial нажимаем а вот search вот free first первым только бесплатные да вот и можно вот раз и машинка у нас тут уже готова загрузить ее вот но как правило я редко использую именно модели блендер китовские я больше использую материалы тут вообще шикарная библиотека материалов и практически и вот что он там так долго грузит а вот наверное загрузил сейчас мы подвинем в общем не загрузил так ничего бывает так сейчас секунду ну ну в общем да бывает что он не может их распаковать но в целом это работает повесьте мне вот вот он не распаковал я не знаю что происходит видимо что-то ему не нравится вот а если если говорить про материалы то опять же мы заходим вот сюда в materials и у нас огромная библиотека материалов просто шикарных на самом деле супер хардкорных вот мы нажимаем раст и у нас есть как такие более простые материалы более сложные мы просто раз и сюда закидываем и у нас сейчас он затекстурится и все вот и уже вот видите да то есть вот он стал таким но мы зайдем в shading нажмем и вот здесь мы уже сможем просто поменять tile нашему материалу ну то есть ctrl-t это тоже кстати плагин я не помню как он называется может быть вы знаете вот как-то на w до начала да 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 вот и тут я сейчас просто подсоединю их вот чтобы они все у меня там все карты вот четко не попало вот и уже здесь там можно поменять ему scale вот да то есть и настроить текстуру вот ну все ну уже как-то смотрится более более интересно вот а какие еще плагины так давайте посмотрим ну и еще атмосферик и все в принципе да атмосферик я использую и все в принципе больше ничего но и тоже крайне редко потому что в основном я использую блендер для ну скульптинга редко больше для вот какого-то китбаша и моделинга вот у нас у них санала два два двоих ребят вот но в целом вот именно прям по курсам честно я не могу сказать вот мне какие-то мне какие-то основы то есть опять же не все но какие-то основы мне показал джама вот и благодаря ему я начал уже потихонечку ходить в анрил но уже там самостоятельно начал учить там как настраивать например уже там более хардкорные материалы он что-то показывал да ну вот потом уже начинаешь когда больше в анриле увереннее себя ощущать начинаешь уже щупать какие-то те темы которые он например не затрагивал там есть очень интересные там инструменты моделирования вот мы о них тоже так говорили базово но в целом там огромное просто количество вот которые можно интуитивно тоже изучить на самом деле анрил очень похож на стандартные 3d пакеты если вы более-менее да в блендере разбираетесь если вы знаете как что тут работает как тут настраивать материалы и так далее то вы очень легко на самом деле вам потребуется там неделя и вы будете уже в анриле очень уверенно себя чувствовать именно хотя бы для составления вот именно ваших сцен я там не говорю про там игру какую-то сделать ну вот по крайней мере собрать там сцену выставить освещение вполне супер и вытекает из этого следующий вопрос как раз-таки затрагивающий сцены в анриле привет Сергей анрил используется только для сборки сцены настройки материалов и рендера у тебя лично ну да в принципе для большего он мне как бы пока не нужен ну еще вот я сейчас планирую ну я вот сейчас подглядел как делать пролет камеры вообще в принципе мне бы хотелось я так на это посматриваю возможно пойти поучиться именно снимать какие-то вот фул си джи шоты в анриеле но это вопрос далекого будущего мне кажется пока мне вот интересно делать концепты было бы здорово на это посмотреть у тебя потом на станции да мне само интересно что из этого получится есть еще вопросик один он достаточно длинный но в конце здесь подытожена мысль ты передаешь идеи нужно ли следовать досконально ТЗ то есть непосредственно когда тебе обращаются заказчики да да это очень важно потому что у меня много раз было то что я недосконально следовал ТЗ и я такое свое видение закидывал заказчику нет это не то нет это не то вот лучше делать то что от вас просят вот действительно лучше чтобы вы делали в дальнейшем меньше работы потому что если заказчик хочет именно то что он хочет какую бы вы ему крутую идею не предложили он потом все равно вам скажет сделайте то что я хочу поэтому лучше делать так лучше предлагать выбрать то что он просит и предлагать как дополнение то что вы можете ему как вы это видите. Возможно, ваша идея будет... Она зайдет, она понравится, и она будет использоваться. То есть, как допам это предлагать, но ни в коем случае не отходить от того ТЗ, который вам дал заказчик. Это важно. Спасибо большое. Ну, в целом, у нас на все вопросы мы ответили с тобой. Я тогда предлагаю переходить к Анрео. Показывать твои крутые сцены. Окей. Ну, вот смотрите. Прежде чем мы перейдем в Анрео, вот у меня открыты эти два корабля. Я просто предугадываю, как возникнет вопрос, как ты сделал снег. Вот у меня есть стандартная моделька корабля. И есть у меня вот такая моделька корабля. То есть, вы видите, она такая отличающаяся. Это просто ремеш. То есть, если вы выберете кораблик, зайдете в скульпт мод. И вот здесь вот есть ремеш. И вы здесь выбираете, ну, просто смотрите по тому, насколько вам это подходит. Вы выставляете здесь значение, и ремешится ваш вот этот основной меш. То есть, он так как бы ломается, да. Вот. И далее, чтобы ему придать форму, то есть, видите, у меня здесь он такой как бы дует ветром, получается, да, такая обледенелость некая. И здесь вы просто используете в Венриле он называется Vox Morph, а здесь он называется Mesh Filter. Вот. То есть, вы его выбираете, и по осям, в зависимости, в какую сторону вы хотите его надуть или направить, вы уже ее здесь выбираете. Здесь Strange и мышечкой там скульптите. Вот. И тем самым получился вот такой вот у меня корабль, то есть, вот сверху я один Mesh наложил на другой, и вот получилось такое как бы некое, некий эффект обледенения. Вот. Я на самом деле подготовил несколько сцен. Мы будем еще говорить с вами про Unreal, и поэтому я как бы подготовил несколько сцен анриловских. Вот это анриловская сцена. Вот она. То есть, если мы посмотрим на концепт, который у меня в итоге получился, то есть, ну, практически вообще ничем не отличается. То есть, я сделал только color correct какой-то, да, я сделал некий эффект работы ручками, да, то есть, я где-то тут смуджем помазал, размазал, чтобы вот эти острые грани, они как бы были смягчены, так скажем, да, вот добавил снега в Photoshop, то есть, это не партиклы, которые используются в Unreal, то есть, это сверху Photoshop. Такой пост-эффект я добавил и прошелся в Photoshop, чтобы именно картинку привести к финальному качеству. но здесь нету вообще фото баша, то есть, я здесь никакого снежка больше не добавлял. Вот. А, вот, туда зашел Unreal. Вот. Собственно, сцену давайте мы выйдем из камеры и я вам покажу, как выглядит сама сцена. Вот. Сцена у нас выглядит вот таким образом. То есть, вы сразу же видите, как передает Unreal шикарно масштабы. то есть, делать какие-то шоты, которые, там, например, да, вот, элементарно, грубо говоря, вот шот, ну, там, если там, да, представим, что мы достроим мир, да, то, вот, какие-то overall кадры, да, вид сверху, вообще суперски просто можно делать. Вот. Опять же, тут у меня все китбаши. Снег, это тоже китбаши. Все это китбаши. И персонаж у меня тоже, он у меня скачан. Вот. Единственное, что я делал, это я, давайте мы пролетим к другому кадру. Вот у меня есть собачка здесь. Собачка тоже, она у меня скачана. И вот видите, да, то есть, я не заморачиваюсь, то есть, не грущу о том, что у меня тут нету ювишки, да, и что она у меня... Идеально сказал. Да, у меня нету грусти по этому поводу, это что я знаю, что вот у меня есть кадр, вот он. Ну, тут вообще не видно какая-то текстура, правильно? Тут читается силуэт. В принципе, кстати, мне один художник сказал, говорит, Серег, я обратил внимание на твой стиль, и говорит, я твои работы уже узнаю сразу. Я такой, интересно, ну-ка расскажи. Ты работаешь от силуэта. Я потом заметил, у меня очень много работ, которые такие больше на силуэт выстроены. Вот тут тоже, как бы, здесь вот есть силуэт, но деталей, как таковых, не видно. Тут тоже есть силуэт, но деталей, как таковых, не видно. И они очень сильно, как бы, достаточно контрастируют на фоне вот этой всей блеклости, и выделено главное. Вот. То же самое, то есть, вот эти корабли, да, они уходят куда-то в фок, и мы особо не считываем здесь детали, мы только видим силуэт. И вот по ходу дела мне нравится так работать, и на самом деле я, возможно, это подглядел у... Напомните мне, пожалуйста, режиссера Дюны. Дэнни Вильнёв. Вот. Вильнёв. Вильнёв, это мой любимый режиссер, блин, у него офигенные, просто кадры. Вот если вы хотите научиться композиции, вот цвету, свету, как он это все встраивает, вот посмотрите фильмы все Дэнни Вильнёва, начиная от Дюны и заканчивая его другими работами, это просто отрыв башки, это мой любимый режиссер на сегодня. Вот. Собственно, вот так. И знаете, в чем плюс? Когда вы выставили эту сцену, вот в отличие от Блендера, да, вот если мы зайдем в Блендер, давайте мы Object Mode, вот, я тут же, я когда перехожу в Блендер, я тут же забываю, как управлять камерой. И вот, например, я вот, например, захочу там, ну, в принципе, ну, как бы, вот нету вот этого ощущения, да, вот если мы представим, что сейчас это все будет отрендерено у нас, да, вот у меня как бы, ну да, я там могу сейчас камеру настроить, но вот удобство подлета вот в какие-то укромные уголки, да, закоулочки сцены, она здесь не так вот ощущается, как в Unreal. В Unreal у меня полное ощущение, что я играю в какую-то игру, настолько это интерактивно, настолько это увлекательно, что, блин, мне и в игры играть даже не надо, я вот кайфую, я собрал сцену и как будто поиграл в какую-то игрушку в Minecraft. Вот. И видите, как я удобно просто залетаю во все уголки, вот все, это готовый кадр, я сейчас сюда поставлю персонажа, и вот он уже, оказывается, поднялся на этот корабль, и вот он фонарик тут включил, например, и идет с персонажем. И что самое интересное, чем мне нравится Unreal, то есть вот я уже вижу картинку финального качества. Если мне что-то здесь не нравится, я просто в один клик я все это меняю, либо добавляю, то есть я раз там, все, вот у меня, пожалуйста, я поменял, что-то добавил там, да, и все, и все это я вижу в реал-тайм, вот. Так, что бы еще такого-то рассказать интересного? Я помню интересные вещи по самой камере, то есть вот именно расскажи про то, как она двигается, если кто-то, может, не заметил, да, вот это вот движение и про настройки линзы и освещения. А, да, ну, это, смотрите, это сейчас мы сделаем такую овервью, и сейчас я пошагово покажу, как я сцену собираю. А вот смотрите, даже элементарно, вот здесь, если я выберу солнце, вот мне, грубо говоря, вот в чем, опять же, полезно и удобно работать в Unreal. или представим, что вот эту работу, да, я делаю там, например, для заказчика. И он мне говорит, слушай, Серег, вот классно ты сделал, давай мы сделаем сейчас освещение закатное. И если бы я это все собирал в Photoshop, вы представляете, какая была эта боль. Мне нужно там поменять все освещение, и чтобы оно корректно работало на всем. И вот еще вдвойне боль, потому что это снежная сцена, и здесь очень легко читаются тени. И вот чтобы найти подходящее освещение и фотореференсы, чтобы они были именно вот снег, это крайне сложно. Я помню, я как-то делал MadPaint арктический, и, ну, просто действительно очень сложно найти подходящие фотографии, именно заснеженные. И вот мне артилектор говорит, давай поменяем освещение на там закатное. И все, то есть я просто беру наше солнышко, так, как нам его опустить, вот. И просто появилось. Да, то есть я делаю вот такой закат. Если мне нужно, например, он мне говорит, так, окей, Сергей, давай мы сделаем солнце большим. Я увеличил солнце вот так, и все, и оно у меня очень шикарно здесь смотрится. Вот, могу его там приподнять. Он мне говорит, да давай мы уберем вот эту вот синеву и сделаем больше красного, да. То есть я опять же, я там, например, поменяю освещение самого солнца, я его сделаю во-первых, каким-нибудь таким красновато-желтоватым и перейду, я просто не помню, у меня вот этот фок больше, наверное, да, такой красноватый, да. Поменяю освещение, ну вот даже, допустим, как-нибудь. то есть я могу легко, да, варьировать, играться всеми этими настройками, либо зайти в, где же он у меня, skylight, и в настройках skylight, тоже поменять освещение. Вот видите, настроек очень много, и вот вы обратили уже внимание, то есть если я выбираю, и вот тут огромное количество настроек, и если на самом деле в них покопаться, то опять же интуитивно все становится понятно, то есть я просто меняю ползунки, что-то вот тут вот смотрю, меняю ползунки, вот, и интуитивно, в принципе, я тут же интерактивно это все вижу, как это все меняется, если мне не нравится, я просто нажимаю окей cancel, и у меня все отменяется, вот, тут можно сделать атмосферу там более такой туманной, то есть солнышко, более грязное, солнце мы прячем, вот, то же самое, давайте мы посмотрим, например, вот эта сцена, вот у меня здесь вообще добавлены облака, и это все добавляется очень просто, вот одним кликом мы просто нажимаем здесь, так, как же они у нас называются, Cloud, подождите, Cloud, вот, Cloud, Volumetri Cloud, но они у меня уже здесь добавлены, вы их просто drag and drop сюда перекидываете, и они у вас в сцене тут же появляются, и что мне нравится в Unreal, это то, что здесь везде есть search bar, то есть практически, вот, нажимаете сюда, и у вас тут тоже search bar, выбираете какой-то объект, у вас везде search bar, и вы, если знаете название, вы моментально это находите, вот, мне нужен Cloud, я просто, вот, ввел, вот, Volumetri Cloud, я в них зашел, и здесь я могу менять, видите, то есть как меняются облака, более такими, более рассеянные, более плотные, вот, то есть все это, мне нравится тем, что это все это интерактивно работает, и очень круто, еще один классный момент, это foliage, например, давайте мы выйдем из камеры, и мне нужно, чтобы здесь было очень много этих сугробов, да, я, конечно, могу вручную их настраивать, то есть я их могу копипастить, да, если мы сейчас зайдем в кадр, вот, я их могу там копипастить, и у меня их там будет много, да, если я там заморочусь, их там пораставляю, и это все будет там красиво выглядеть, и так далее, вот, но чтобы мне это сделать быстрее, я просто захожу, вот здесь такой у нас инструмент, называется ActiveFolage, и вот сюда мы драгон-дропаем любой объект, вообще, какой нам нужен, Ctrl, пробел, и мы открываем, как бы, наш AssetBrand, Browser, вот здесь мы тоже все сюда закидываем, но это я опять же сейчас расскажу чуть позже, это пока такой overview, закидываем сюда наш объект, и я могу сейчас просто вот, ну, опять же, тут все это надо настраивать, но я вот сейчас вот просто всю сцену сейчас с угробами закидаю, и вот он сейчас видите, Compiling Shaders, вот он сейчас вот закомпилит, все, вот, и у меня все в снегу получилось, но опять же, я показываю грубо, то есть я могу, он их так рандомно делает, вот, этот эффект подходит, если вы где-то там вдалеке, например, что-то решили, можно увеличить кисточку объем, вот он там будет все это, вот у нас вся, вся сцена получилась вот она в снегу, как будто лавина, да, какая-то сошла, да, 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 вот, а также можно закидывать сюда разные объекты, я могу корабли сюда закинуть, у меня корабли будут вот так же рандомно, ну, и это мы можем здесь настроить, мы здесь Brush Size можем увеличить, можем расстояние между объектами увеличивать, мы можем потом все это ластиком стереть, Foliage, он стирается ластиком, вот так вот, вот, все это стер, ну, то есть он как бы одним мешом, как, 3D кисть получается, 3D кисть, да, 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 вот мы раз-раз-раз и все, почистили, а если не нравится, мы взяли и удалили весь Foliage, вот, вот такая фишка очень классная, а по поводу Fog, да, то есть как мы добавляем Fog тоже, опять же мы пишем сюда Fog, ой, Гог, и Exponential High Fog, я его использую, также Dragon Drop мы его сюда закидываем, и он у нас здесь появляется, вот он, и мы также можем увеличивать Density его, то есть мы зайдем, опять же, в кадр, мы можем сделать 1, и вот у нас вообще все будет спрятано, да, в таком прям, очень такая вьюга получилось у нас, и мы можем, тут опять же, есть два момента, есть обычный Fog, есть Volumetric Fog, Volumetric Fog, он такой более объемный, он более реалистичный, и вот у меня он здесь включен, опять же, пишем Volume, и вот у нас вот Volumetric Fog стоит галочка, все, если мы галочку убираем, видите, то есть он меняется, и опять же, в зависимости от задач, то есть опять же, я не составляю игру, я делаю Art, и вот под нужды Arta, я выбираю, что мне ближе подходит, что мне больше нравится, вот в данном случае, мне нравится Volumetric Fog, если мы сейчас возьмем, как же эффекты освещения, да, если мы сейчас добавим какой-нибудь Point Light сюда, также Drag & Drop, вот он, мы его видим, вот, он будет очень отлично рассеиваться в этом, в этом Fog, так, черт, вот сюда, мы его подвигаем сейчас, то есть видите, какое освещение, ну, блин, супер реалистичное, вот, давайте я вам покажу ту сцену, которую я собирал для Gollum, то есть вот по факту у меня здесь вот, вот эти большие скалы, это то, что мне уже закинули ребята из видеоотдела, а все остальное, вот это я уже наполнял, как говорится, жизнью уже сам, сцена очень тяжелая, поэтому тут чуть-чуть так подлагивает, но, опять же, Unreal, это онлайн рендер, и поэтому у вас не обязательно иметь мощный какой-то супер компьютер, не обязательно, чтобы у вас видеокарта была там какая-то RTX, у вас рендер будет просто все пережевывать на раз-два. Извини, пожалуйста, если я тебя перебью, можно задать вопросик по поводу вот как раз-таки компьютера? Да, да, да. Там просто в чате был, я всегда удалил по поводу твоего компьютера, если ты не готов озвучить, можешь не озвучивать, можешь какие-то характеристики сказать, видеокарта, что-то? Да, у меня единственное, что я помню, у меня, честно говоря, я не помню, сколько у меня там оперативной памяти, вот, надо залазить, смотреть, я точно знаю, что у меня видеокарта RTX 3060, вот, и, по-моему, i7 Intel процессор, потому что я в железе, честно говоря, не сильно силен, вот, это все, что я запомнил, что у меня на компьютере установлено. Хороший космолет. Вот, ну да, в принципе, то есть, ну, я вижу по блендеру, например, если в блендере у меня все спокойно более-менее кушает, то значит компьютер достаточно хороший. Вот. А давайте, чтобы не лить лишнюю воду, то есть вот очень много я вам показал моментов, да, есть, например, моменты моделирования. Давайте зайдем, например, вот в эту сцену, выберем вот этот меш, или давайте так. Я не рассказал самое главное, но это опять же тоже хорошо, давайте потом расскажем. моменты моделирования. Вот здесь есть такой плагин, а когда вы запускаете Unreal, у вас его не будет. Active, Activate Modeling Edition Mode. Вам нужно зайти в Edit Project Settings, так, нет, подожди, не Project Settings, а Edit Plugins. И вот здесь вам вбить в моделинг. И он у вас вот здесь вот появится, вам нужно будет нажать Enabled, и он попросит вас рестартануть, и у вас перезагрузится Unreal, и у вас он появится. И вот тут очень много есть очень крутых фишек, и, например, есть очень классная фишка для моделирования, именно для концепта, она очень классно подходит. Мы нажимаем просто Mirror. Посмотрим сейчас, насколько он быстро это сделает, потому что тут у меня такие черепа, и это все в группе находится. Мультиплей Меш, он не даст. Сейчас посмотрим. Под завис. Потому что у меня надо было на каком-то более простом Меше сделать. Бывает. Так, cancel. Бывает. Так, давайте попроще. Например, вот выйдем из камеры, ну вот возьмем вот этот, вот он простой Меш, вот, и нажмем Mirror. Вот. и вот у нас есть, видите, появилась вот такая штучка, и мы можем совершенно новый объект создать. Давайте вот приподнимем, как-нибудь. Ну, грубо говоря, да? Интерактивная Мира, очень удобная получается. Да, и все, и вот у нас получился вот такой Меш, то есть мы можем так вот, раз, и все, и у нас получился прям совсем новый объект. Вот он. Можно так делать здания, вот, горы, скалы, там, и так далее. А давайте я продемонстрирую все, как вообще, вот, чтобы было полезно, как это все делать с нуля. давайте мы создадим новый проект. Вот, все позакрываем. Вот вы скачали Unreal 5, и у вас появляется вот такая галочка ранний доступ. Вы в него заходите, вот, и, собственно, у вас появляется такое окошечко, и он вас спрашивает, какой проект вы хотите начать. И я ничего не меняю, я просто здесь выбираю, так, давайте Projects, Winter Soldier пусть будет, и давайте мы создадим здесь новую папочку, Winter Soldier 2, вот, и укажем вот эту папку, то есть мы выбрали папку, куда будет весь наш проект сохраняться, и все, и назовем наш проект Winter Soldier. 2, 2, так, вот, все, мы здесь ничего не меняем, нажимаем Create, и у нас создается проект, вот, думает, старается, у меня просто куча этих открыта, давайте их закроем, черт, твоем материи. Пока он думает, я тебе скажу, что у нас рекорд по количеству вопросов в чате, и мы их, наверное, зададим в конце, ну, да, да, если ты будешь готов, у тебя будут силы, то просто сейчас не останавливайте поток твоей умной мысли. Вот обычно, конечно, он быстрее открывает, вот сейчас, видимо, потому что у меня были открыты 3 целых проекта, тяжелых, и он тут подзадумался немножко, приуныл, вот, ага, так, это у меня Bridge показывает, с этим мы разберемся сейчас чуть позже, и вот, собственно, у вас появляется такое окошечко, это стандартное окно, вы всегда будете, когда начинаете ваш проект, видите, вот именно это, я не работаю вот с этим совсем настроенным, потому что я в этом копаться тоже не хочу, я создаю вот здесь файл, new level, это как новая сцена, другими словами, вы создаете новую сцену, и вы этих сцен, на самом деле, внутри этого вашего проекта, у вас их может быть десятки, вот, вы можете несколько таких сцен создавать, и в каждой сцене у вас будут одинаковые ассеты, но по-разному собранные, вот, у вас будет один общий ваш ассет браузер, и все, что вы загрузили в этот проект, оно у вас будет на каждой сцене отображаться, это очень удобно, и вы так можете переключаться между сценами, и собирать все, что угодно, и вот я нажимаю new level, и я выбираю empty level, абсолютно пустой, все, вот здесь, как в начале создания вселенной, ничего нету, все, вот, видите, только мы видим grid, и больше ничего, и первое, что я делаю, я проверяю настройки освещения, я захожу в edit, edit preferences, и здесь проверяю lumen, а, это я не сюда зашел, сорян, я постоянно путаю, project settings, вот, и здесь я ввожу lumen, то есть мне важно освещение, чтобы оно было lumen, это новая фишка в пятом анриеле, можно поставить array tracing, но вот, я пользуюсь только lumen, и мне оно очень и очень нравится, вот, мы проверили, у нас стоит lumen, далее, следующим, что я делаю, я опять же захожу в project settings, и проверяю shadow, обязательно у вас должна быть стоять настройка, так, все правильно, где же они у нас, shadow, 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 сюда я зашел, или не сюда, я вот, а, shadow map method, вот, это очень важно, потому что, если у вас будет стоять здесь shadow maps, ваши тени, они будут просто кругляшками, такими размытыми, разблюренными, чтобы у вас были корректные тени, у вас должны быть virtual shadow maps стоять, вот, и это проимпровит вашу работу, у вас будет офигенные тени, следующее, это, я проверяю здесь fog, у меня должен быть стоять support sky atmosphere, вот, нет, вот здесь, support atmospheric fog, вот, вот эта галочка, так же она у вас должна стоять, и соответственно, в принципе, уже все, с этим можно работать, и вы можете настроить уже очень реалистичное освещение, и первое, что я делаю, я добавляю сюда свет, я добавляю direction light, а здесь, соответственно, я вбиваю sun, вот, и включается у меня солнышко, но оно сейчас не включится, потому что мне нужно добавить сюда skylight, и добавить сюда sky atmosphere, вот, вот, и все, и в принципе, вот, у нас уже есть солнышко, если мы выберем, у нас в принципе очень стандартные здесь методы управления, то есть, если вы выбираете объект, да, на W, это вы двигаете по осям, да, x, y, z, вот, если вы нажимаете E, это вы вращаете, вот, например, все это видно на солнышке, да, вот, если мы возьмем солнышко, E, вот мы вращаем, но видите, она сейчас как бы снепится по таким шагам, вот здесь вы можете все это отключить, это вот вращение, то есть, сейчас у нас вот плавное, плавное вращение, вот, видите, здесь у нас перемещение на W, то есть, но у нас только солнышко вращается, мы его не можем двигать, вот, и этот scale, то же самое, то есть, чтобы у нас не был scale, снепился по шагам, мы его тоже убираем, чтобы можно было более удобно его скейлить, вот, вы солнышко можете здесь уже вращать, вот, и первое, что я делаю, когда собираю свой проект, я добавляю сюда, я захожу в shapes, то есть, это у нас панель actors, place actors, то есть, тут вы можете выбирать практически все ваши объекты и добавлять их в сцену, и они добавляются очень просто drag and drop, я первым делом добавляю plane, вот сюда, вот, и на R у нас вот E это вращение, в этом вот мы двигаем, да, по осям, E это мы вращаем, R это мы меняем ему scale, если мы вот за серединочку потянем, за белый квадратик, то у нас он будет, как бы, во все стороны увеличиваться, skylight, вот, 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 таким образом, видите, я двигаю, я сейчас не нажимаю на него, я не нажимаю на пивот, соответственно, вот, вы когда сцену собираете, вам будет неудобно возвращаться, опять там, ручками его менять, вы просто зажимаете control, и левой кнопкой мыши вы поднимаете солнышко вверх, правой кнопкой мыши у нас солнышко вращается вот так, вот, идеально, вот, то же самое, если мы возьмем plane, да, то есть, если я хочу его увеличить, я нажимаю R, нажимаю control, и правой кнопкой мыши я двигаю, у меня просто увеличивается наш plane, вот, если я его хочу подвигать, вот, я зажимаю control, левая кнопка мыши, видите, у меня выделяется стрелочка, влево, я его двигаю, если мы посмотрим на plane, то есть, я его двигаю, вот, правая кнопка мыши, ой, левая кнопка мыши, у меня он двигается вперед, если я две кнопки мыши, control, и две кнопки мыши одновременно зажимаю, у меня поднимается plane вверх, вниз, ну, такие, как бы, стандартные, способы управления, вот, что я делаю дальше, еще, заходя в skylight, вот здесь, вот здесь, real-time capture, его тоже нужно обязательно прожать, чтобы у вас были, очень реалистичные тени, вот, так, давайте мы наше солнышко, чуть поднимем выше, чтобы у нас было освещение такое яркое, почему у меня так темно, я понять не могу, обычно все по-другому выглядит, ну, как всегда, на стриме что-нибудь да выслать, да, вот, вот, да, вот, а, собственно, как он нам добавит fog сюда, да, мы берем, как я вам уже показывал, нажимаем fog, atmospheric, high fog, мы его добавляем, и здесь мы density, вот у нас, идут все настройки, то есть, и первым делом, что я делаю, честно говоря, я по это подглядел, сложно мне это объяснить, я увожу вот это все на нет, я не помню зачем, чтобы он, видимо, не давал какого-то левого свечения, левого цвета, и обязательно здесь я ввожу volume, и он у меня вот volumetric fog, я его включаю, и он у меня работает уже более корректно, вот, и density, например, я там увеличиваю, и вы можете, ваш fog, как бы, опустить его, да, то есть к полу, можете его на всю сцену, как бы, приподнять, вот, в принципе, я вот здесь тоже, как бы меняю, я смотрю, как мне больше нравится освещение, да, вот, например, вот так, и давайте зайдем в skylight, ой, в direction light, и я чуть увеличу эмоции солнышка, пусть будет поярче, вот, 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 и как нам добавить вот эти все объекты, которые у меня были в сцене, да, там, со снегом, есть вот такая очень хорошая вещь, называется, Quixel Bridge, он находится вот здесь в папочке content, вы его нажимаете, и, собственно, у вас здесь открывается библиотека разных материалов, вот здесь есть 3D-ассеты, они абсолютно бесплатные, вы их можете спокойно скачать, есть здесь материалы, о, это plants, это то, что мы foliage, да, травку делаем, есть surfaces, это материалы, огромное количество материалов, которые вы тоже просто drag-and-dropом можете добавлять, вот, а также можете все это подглядеть в сборках, например, collections, вы заходите, и вот здесь вы, например, хотите собрать какую-то похожую сцену, и вы выбираете, например, что тут есть, да, вот, и он вам будет подборочку показывать, всех предметов, ну, например, давайте мы вот выберем, вот здесь, и он вам, как бы, к этой сцене он вам показывает, вот, все, что у него имеется, и вот давайте мы, например, скачаем, вот он просит вас здесь залогиниться, у меня он, скорее всего, автоматически залогинит. Можно задам вопрос, то есть, все, что нужно, это логиниться в Bridge, а Bridge уже встроен в Unreal. Да, он уже встроен в Unreal, да, сейчас я вот быстренько залогинюсь, он меня не залогинил с первого раза, так, сейчас, ну, он бывает периодически, как бы, у вас спрашивает, залогиньтесь, пожалуйста, вот, все, видите, он меня залогинил, и теперь, вот, я хочу вот эту скалу добавить сюда, я нажимаю Download, и она буквально очень быстро скачивается, вот, как вы видите, и она скачалась, далее, вам нужно просто нажать Add, и он вам тут сейчас покажет, вот, да, что вот, ваш файл добавился, я вот, я вот, либо на второй монитор, я вот это окошечко убираю, либо сворачиваю, как удобно, вот, и все, и теперь Control, пробел, и у вас появляется вот такой вот Search Bar, вот, вы можете, Control, пробел снова нажимать, вы можете закрыть, вы его можете, чтобы он был всегда, нажав вот здесь, он у вас будет сейчас всегда, вот, и если вы захотите его убрать, вы просто нажимаете, и все, так, давайте мы откроем, и просто drag and drop, мы его сюда закидываем, вот, и у нас уже, вот он, у нас есть готовый объект, и вы его двигайте, как вам удобно, как он нравится, ставите, настраивайте освещение, там, давайте свет мы добавим поменьше, вот, фога давайте добавим побольше, давайте, фога это у нас наше все, да, вот, поставим, как мы так, камеру, как мы добавляем камеру, камеру, вот есть перспектив, перспектив, вот сюда, вот, нажимаете, и здесь Create Camera Here, и вы нажимаете Cinema Camera Actor, вот, она у вас добавилась, и она появляется вот здесь, World Outliner, в принципе, вот, у вас три основных окна, это World Outliner, когда вы выбираете здесь любой объект, у вас вот здесь появляются, как бы, Details, и тут все настройки, вообще абсолютно все настройки вашего объекта, а тут у вас Play Sectors, как правило, я сюда добавляю, я пользуюсь редко, то есть, я сюда добавляю только Plane в начале работы, чтобы ориентироваться, где у меня горизонт, и добавляю вот здесь освещение, Direction Light, вот если мне нужно какую-то выхватить свет, где-то, например, там на этом кусочке, я могу там, например, вот такое освещение поставить, да, там, подсветить его как-то, вот, видите, то есть, он уже сразу же у меня работает, и здесь я опять же его настраиваю, вот пока мне оно не нужно, вот, что еще очень важно, в Unreal есть Post Process Volume такой, вы его также вводите здесь в Place Actors, Post, вот, и он вам сразу высвечивает Post Process Volume, вы его добавляете вот сюда, это такой кубик, вы его просто увеличиваете там побольше, на полсцены, грубо говоря, и здесь вводите Bound, для чего это нужно, то есть, все те изменения, которые вы вводите, вот в этом вот Post Process Volume, он у вас только внутри этого куба работает, если вы вылетите камерой из-за него, то у вас как бы, давайте вот сейчас я вам продемонстрирую наглядно, если вы камерой из-за него будете вылетать, то у вас все ваши настройки, вашего Post Process, они у вас будут слетать, ну, грубо говоря, вот мы сейчас добавим экспозицию, смотрите, то есть экспозиция, чем она важна, когда вы смотрите на солнышко, вот если у нас будет, мы отключим фок, например, да, вот вы смотрите на солнышко, видите, как у нас темнеет экран, и потом он становится ярче, то есть, если я камеру сейчас опущу вниз, и резко подниму на солнышко, что же ты делаешь, в общем, меняется чуть-чуть освещение, вот как вот эффект, когда вы смотрите, резко на свет смотрите, то у вас, как бы вот, ваш глаз реагирует на этот свет, тут вот примерно такая же сделанная система, она немножко мешает, она передает как бы изменение вот этого светопередачи, чтобы вот это убрать, чтобы у вас всегда был один и тот же свет, я в постпроцесс волюме ввожу экспозицию, вот exposure вот здесь, и нажимаю вот здесь manual, и видите, у меня все почернело, далее я экспозицию ставлю на девяточку, как правило, и в принципе, можно даже на десяточку здесь поставить, вот, и у меня теперь будет всегда, то есть, как бы я не посмотрел на солнышко, не заглянул в тенечек, как бы я не посмотрел обратно, у меня как бы не меняется теперь свет, он у меня не прыгает, не становится ярче, не становится темнее, вот, и в принципе, вот в этом постпроцесс волюме, вот смотрите, я сейчас для наглядности покажу, как вот меняется, вот давайте мы здесь вот сделаем вот так вот темно, и мы вылетим сейчас за, видите, тут светло стало, видите как, вот, я залетаю обратно в квадратик, и у меня стало темно, и вот чтобы вот этого не было, чтобы у вас на, вообще на весь мир, этот постпроцесс волюм работал, вы здесь вводите просто bound, bound, вот, infinity extend, и ставите галочку, и теперь даже, когда я вылетаю за кубик, у меня ничего не меняется, вот, и теперь я могу смело поменять здесь экспозицию, поставить какая она мне нравится, давайте поставим там, ну, 11, поярче пусть будет, вот, и включим флок обратно, оу, господи, давайте уберем, поменьше, вот, и давайте зайдем в камеру, то есть, как нам зайти в камеру, вот у нас есть камера, мы ее можем выбрать, да, и мы ее можем подвигать, видите, как она, у нас там меняется, чтобы нам зайти в камеру, мы нажимаем перспектив, и заходим в cinema camera actor, если вы создадите вторую камеру, вот, вторая камера, как я ее, сделал дубликат, я просто зажимаю alt, и тяну, у меня вот получилось три камеры, и так вы, в принципе, любой объект можете, делать дубликат любого объекта, за alt тянете, нажимаете R, вот, потянули, и у вас совершенно уже другой меш, получился, вот, какой-нибудь такой, давайте мы эти камеры, и вот, заходим, видите, у вас сразу же появилась камера 2, камера 3, но они нам не нужны, мы их давайте удалим, вот, и зайдем в камеру, вот, и здесь, чем круто, настройки камеры здесь настолько, блин, классные, настолько реалистичные, что вы можете действительно кинематографичный кадр создать, а когда мы заходим в настройки камеры, мы здесь можем выбрать вот здесь, формат, да, вот он 16 на 9, и я, как правило, ставлю широкоугольный формат, так, это не тут, это я, стоп, широкоугольный формат, я ставлю, универсал зум, то есть мы можем 12-миллиметровую камеру выбрать, 30-миллиметровую, видите, да, то есть как она меняется, вот, давайте поставим, пусть у нас будет 30-миллиметровая, то есть как бы, длина фокусная больше камера, вот, и здесь вы можете как бы менять, что ты думаешь, вот, не здесь, а, вот здесь, вы можете менять как бы фокус вручную, вот, а можете здесь еще менять формат кадра, то есть вы можете сделать вот так, да, то есть у вас такой получится очень широкоформатный кадр, либо можно сделать там вот так, да, то есть вы меняете как бы высоту и ширину кадра вашего, очень нравится, что это динамически видно, да, то есть вы, это все это интерактивно, и это, и поэтому Unreal очень удобен, вот, и, соответственно, вы уже здесь начинаете заниматься каким-то арт-дирекшеном, да, то есть вы уже выставляете картинку, как вам, как вам нравится композиционно, вот, вот, и опять же, вы можете добавлять еще какие-то элементы, опять Ctrl-B, Ctrl-Пробел нажимаете, так, вот, у нас тут есть, давайте вот зайдем сюда, нам надо еще скалу, давайте вот эту скалу добавим, он сейчас загрузит, ну, мы также очень легко его добавим, опять же, нажимаем Add, вот, и она, открываем наш Search Bar, и вот видите, у нас 3D-Assets, Megascan, 3D-Assets, и у нас будут папочки создавать, тут будут 3D-ассеты, материалы он вам потом покажет, если вы материал решите скачать, Folage, все это у вас будет здесь, в вашем, вот этом Search Bar, вот, и мы добавляем новую скалу, да, и давайте мы ее там добавим, на задний план, как мы там подвинем ее, и зажмем Alt, покрутим ее как-нибудь, по-другому, мне очень нравится твой прием о том, что ты из одного объекта делаешь несколько, причем очень быстро, то есть, вот, в этом, да, и заключается, как бы, вот, суть, наверное, концепта арта, потому что, мы подходим, подходить, вот, к объектам, достаточно так, ну, то есть, к формам, да, то есть, искать какие-то формы, то есть, не придерживаться к чему-то, да, вот, вот, носить скала, зачем нам только ее одну использовать, ну, давайте ее вот сейчас, опять же, скопируем, там, и давайте мы ее сделаем к этому широко, опустим ее там, вот, и она у нас, ну, уже другой ассет получается, ой, камеру подвинул, вот, другой ассет, совершенно, вот, и давайте fog, давайте чуть-чуть его там, паем, там будет 0,8, вот тут как раз таки по поводу fog, Андрей Кузинский писал, fog, затемняет, чтобы ночь была ночью, если этого не сделать, ночь будет подсвечена, а, если чего не сделать, еще раз, что-то я не понял, fog, затемняет, чтобы ночь была ночью, если этого не сделать, ночь будет подсвечена, а, ну, вообще нет, можно на самом деле fog тоже сделать темным, и ночь с fogом будет такая темная, вот, грубо говоря, давайте попробуем это сделать, активно, то есть, если я сейчас уберу, вот тут все, может, возможно, я ошибаюсь, сейчас проверим, так, и давайте, давайте мы сделаем direction light, мы его уберем, например, сделаем fog, то есть, мы можем, по-разному, единственное, нам надо поставить тогда источники света, тогда, про это Андрей говорил, да, что вот, чтобы ночь была подсвечена с помощью fog, да, я правильно понял? я думаю, я думаю, да, 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 то есть, чтобы у нас не все черное было, то есть, мы же можем, как бы, синий, добавить, какой-то, мы можем зайти в fog, да, то есть, мы с помощью fog, мы также можем подкрашивать, там, и тени, там, да, то есть, чтобы у нас, это было, видите, то есть, не просто ночь, а чтобы это было таким, реалистичной ночью, вот, у нас вот такая получилась, обаудена, обаудена, на G мы нажимаем, да, мы просто убираем, и видите, так как у нас volumetric fog, у нас вот здесь вот источник света, он как бы виден, если мы зайдем в fog, и volumetric уберем, то у нас, как бы, не будет, у нас будет просто свет, но самого, как бы, свечения мы не будем видеть, иногда это тоже работает, я так тоже использую, вот, но я тогда просто, как бы, источник света, например, я там как-нибудь убираю его, может быть, давайте его за скалу там спрячем, чтобы было более естественно, да, ну да, чтобы как бы, возможно там, и давайте там ему сделаем теплый, так как у нас все холодное, давайте ему тепло-холодности такой добавим, и лечим, блин, ну как будто там какие-то костры там, например, горят, вот, и если мы, грубо говоря, поставили сюда источник света, да, вот нажали G, все мы убрали, мы здесь можем нарисовать костер, вот, грубо говоря, вот, и все, в принципе, мы решили вопрос с освещением, вот, тут же можно опять же, можно же радиусом поменять, можно увеличить, можно сделать вот таким, вот, у нас будет больше похоже на костер, вот, можем использовать температуру, температуру мы можем там более холодную, более красную, вот, изменять, вот, что еще, так, какие фишки еще, а, ну, собственно, сам экспорт персонажей, давайте, например, мы сюда заэкспортим персонажа, какого-нибудь, как он сюда экспортится, то есть, вы сразу, например, drag and drop, если вы возьмете папочку, какую-нибудь, давайте я сейчас, открою папочку какую-нибудь сейчас, с тем же солдатом, допустим, давайте, у нас будет тот же солдат, что в зимней сцене используется, я его сейчас сюда закину, проджиг с Интерсофтлубом, солдат, где же у нас, куда его дел, сейчас, секунду, я найду персонажа, да, конечно, пока, можете, какой-нибудь вопрос, можете задать, я у тебя хотел спросить, вот, при этой сборке, сцены, ты себя вот, ощущаешь, как там, режиссером, художником по свету, то есть, не просто концерт художником, да, каким-то таким комплексным человеком, то есть, это вот твой мир, там, твоя сцена, ты ее делаешь, да? Абсолютно, конечно, да, то есть, ты вообще, ты себя чувствуешь богом, и просто придумываешь, ты создаешь мир, и это настолько круто, вот, смотрите, вот, у меня есть моделька, солдата, и как мне его добавить в сцену, вот, я его там, где-то скачал, там, да, или я заскульптил его, я нажимаю, вот, control, пробел, вот, открываю свою папочку, и я просто, для начала, вот, я захожу сюда, вот, контент, вот у вас есть контент, и вот здесь у вас, мегасканы, все, что вы скачали, мегаскановское, оно у вас вот здесь, вот, хранится, вот, также вы можете здесь папочку создать, вот, new folder, пишите soldier, допустим, да, вот, будет папочка с солдатом, открываем ее, берем нашего солдата, и просто drag and drop, мы вот сюда закидываем, то есть сразу в сцену вы его не сможете закинуть, вот, и что очень важно, вот он у вас здесь, 5-й андрил, он спрашивает, типа, build на night, типа, построить на night или нет, то есть, грубо говоря, если у вас меж супертяжелый, он там, 20 миллионов, там, 30 миллионов полигонов, если вы ставите галочку build на night, то, в принципе, я не знаю, он там как-то меняет геометрию, но визуально ничего не меняется, и вы можете просто огромное количество, без каких-либо потерь для производительности вашей сцены, закидывать эти меши просто пачками, и у вас ничего не будет лошаться, и у вас все будет отлично работать, ну, я так как ставлю один меш, он мне не обязательно, но имейте в виду, если вы будете настраивать материалы, если вы, да, знаете, как там настраивать материалы, у вас есть какие-то карты текстурные, и если у вас есть альфа-каналы в ваших текстурах, когда вы ставите build на night, вы альфа-канал не сможете настроить, ну, по крайней мере, я не смог, я очень долго возился с этим, я там пытался поставить танк, у нас на гуслях там есть альфа-канал, и я не мог настроить этот альфа-канал, и в итоге выяснилось, что не нужно просто его как на night загружать, а как обычный меш, и здесь вы больше ничего не меняете, вы просто нажимаете import all, и он у вас все сейчас заимпортит, но я не знаю, в принципе, он недолго это будет делать, минуточку, наверное, это моделька с текстуркой уже? Да, то есть, опять же, вы в блендере настроили, например, самое главное, вот если вы использовали текстуры, какие-то процедурные, да, вот здесь материалы, то они не сохранятся при экспорте в Unreal, если вы использовали текстуры ваши, да, если вы зашли, там, из папочки позакидывали текстурки, и вы, например, взяли, собрали здесь сцену, то вы можете эту сцену сохранить как fbx, да, и эту прямо же полностью сцену, вот таким же файлом, как я показал, закинуть в Unreal, и она у вас вся с текстурами будет, все, как вы настроили, она у вас будет в Unreal точно так же, вот, единственное, там надо будет чуть-чуть поднастроить ему там, в материалах Roughness, Normal Map, вот, и все, то есть вам не нужно будет заново текстуру собирать. Тут как раз небольшой вопрос пришел, Сергей, а как обстоят дела с позированием персонажей? Я персонажа обычно беру, если он у меня в позе А поза, да, Т поза, я его закидываю в Миксама, нахожу нужную мне позу, и просто вытягиваю туда анимацию, какая мне нужна, вот, если, например, меж какой-то такой поломанный, да, и я понимаю, что вот я его пытаюсь закинуть в Миксама, но он там у меня нормально, скелет не накладывается, и он очень косячный, то я тогда захожу в ZBrush, и в ZBrush ручками ставлю ему с помощью маскирования, ставлю позу, это, конечно, тяжело и больно, но, в принципе, опять же, я понимаю, что если мой персонаж находится где-то там на каком-то удалении, да, то, в принципе, если у него где-то там какие-то полигоны поломались, то это не страшно, я это все потом спрячу кисточкой, я это все дорисую, вот, ну, как правило, это Миксама, либо, знаете, как я еще делаю, я сейчас покажу небольшой лайфхак, есть такая история, ну, вот она у меня в последнее время что-то не получается, но вот у меня пора раз такое, у меня получалось, есть туториалы в YouTube, например, вы заходите, чтобы, вот у вас есть меж какой-нибудь персонажа, да, который в обычной позе стоит, вы Shift-A нажимаете, и есть вот здесь Empty, а, нет, не Empty, а Armature, арматуру выбираете и Human Meta Rig, вот, у вас получается вот такой вот риг персонажа, и вы можете его как бы подставить к вашему герою, выставить все косточки отдельно, то есть как я это делаю, я, например, нажимаю Tab, вот, и здесь нажимаю X, выбираю, например, вот эти косточки, и там, видите, ну, подставляю, как мне надо, да, если мы представим, что здесь у нас меж персонажа, вот, и он у вас по дефолту, у вас не будет вот этой штуки, вы потом просто назначаете ему родителя, вы выбираете, я не помню, сперва вы выбираете, по-моему, кости, а потом выбираете ваш меж, а вот, соответственно, ваш вопрос, тоже не получалось, периодически, вот именно из-за этого. Да, вот я как-то, я делал, у меня как-то получалось, я смотрел туториал, пару раз получалось, потом у меня почему-то... Как раз от последовательности зависит, если я правильно понимаю. Да, 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 но у меня что-то в последнее время не получалось, но был опыт, что получалось, поэтому, в принципе, можно еще так сделать, вот, и тут просто нужно аддон, зайти в аддон, и в edit, в preferences, и вот тут, по-моему, metahuman, rig, по-моему, где-то есть, либо он называется, rigify, по-моему, вот как-то так, вроде бы это он, вот, но я редко этим пользуюсь, честно говоря, больше, мне быстрее, например, зайти в ZBrush и поломать модельку там, как мне надо, вот, либо в том же блендере с помощью скульптинга ее поломать, поставить, я могу там оторвать ему руку, например, персонажу, и прикрепить его, потому что я знаю, что, например, у него спина, не будет в кадре вина, да, и я, поэтому не парюсь за то, что у него сзади происходит, мне главное, чтобы спереди он выглядел более-менее, поэтому я ему отрезаю просто руку, например, в блендере, вот, и ставлю ее, как мне надо, я, когда работаю в Unreal, или когда я выставляю сцену, я в первую очередь нахожу, как бы, композицию кадра на камере, то есть я закидываю, я понимаю, что у меня, например, главный персонаж, да, я закидываю персонажа, и сперва я сразу же создаю камеру, и вокруг него кручусь этой камерой, и выставляю кадр, как мне нужно, и потом я уже внутри этого кадра, я его начинаю наполнять, и потом я понимаю, что, ага, вот, например, мне хочется вот этот акцент там больше выделить, я уже начинаю, уже исходя из этого, чуть-чуть опять двигать персонажа, чуть-чуть передвигать камеру, и, соответственно, выстраивать кадр в том направлении, в котором мне нужно, что-то долго так импортится, конечно, солдат, да ничего, о, за импорт, видите, услышал, но он тут у меня, конечно, косячный этот солдат, видите, вот сейчас вот компилинг шейдер, нажим, вот, он мне еще будет, как бы, компилить шейдеры, то есть вы можете его сперва закинуть, и у вас не сразу все текстуры, материалы будут показаны, вот, но давайте мы выберем персонажа нашего, тут нужно будет пару межей у него удалить, насколько я помню, вот, он у меня очень огромный, так, сейчас он чуть-чуть, вот, под тупи, давайте мы выйдем из камеры, отлетим подальше, вот, видите, то есть он у меня какой косячный, и вы видите, то есть он у меня, как бы, вот это отдельно, то есть он сразу же, Unreal показывает, что вот у него меж ног отдельно, вот это отдельно, вот это отдельно, и, прежде чем, его там двигать, или еще что-то, я, например, нажимаю вот так, я нажиму Group, все, и он у меня теперь в группе весь, то есть, если бы я этого не сделал, то мне бы пришлось каждую, каждый меж по отдельности передвигать, но это же очень неудобно, вот, поэтому я делаю группу, если мне нужно удалить, например, да, вот тут есть какой-то, вот у меня неудаленный, например, солдатик, я нажимаю Groups, Unlock, и, соответственно, здесь я уже могу, давайте мы, от света добавим, или проще сделаем так, вот тут у нас есть, лид, мы можем нажать Unlead, и мы можем видеть просто только текстуру, без каких-либо настроек, и мы давайте вот тут все удалим, сейчас у него лишнее, голову мы удалим, вот это мы просто нажимаем очки, я не знаю, откуда это вообще тут появилось, ничего бывает, вот, вот это все мы сейчас удалим, так, что-то подтупливает чуть-чуть, слушай, ну, было бы странно, если бы на стриме все идеально было, ну, да, да, так, ну, ну, думай, 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 видите, он просто шейдер, компилит, и что еще делает, я единственный момент, извиняюсь, у нас уже идет два часа, я-то не против, еще посидеть, и вопрос к тебе, как ты себя чувствуешь, устал, давайте еще, я просто вот сейчас доделаю, что я хочу показать, я не потому что терапить, я наоборот беспокоюсь о тебе, о том, чтобы у тебя было нормальное состояние, я, в принципе, еще там, может быть, минут 20 я смогу уделить, вот, а так, давайте вот этому тоже удалим, вот, и все, то есть, вот я почистил меш, это все, я убрал все лишнее, и я просто, опять же, нажимаю, за shift, ну, также выбираем shift, зажимаем shift, и на два меша, там, на три нажимаем, и вот мы как бы выбрали сразу несколько, да, я нажимаю опять lock, и все, и он у меня, о, там еще, оказывается, у нас ствол есть, ну, это ладно, мы сейчас его удалим тогда, сделаем опять unlock, и, где он у нас, вот тут, оп, так, мы его удалим, вот, и, опять давайте мы, ну, ну, думай, 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 нажимаем groups, и нажимаем lock, вот, и давайте мы его уменьшим, и опустим его туда, кстати, если мы нажимаем F, то есть, если мы, например, очень далеко, где-то, да, и нам нужно зазумиться, мы нажимаем F, и мы быстренько зумимся к нашему мешу, и давайте мы тут его, вот так вот сократим, вот, и давайте мы зайдем в кадр, в наш, вот наш кадр, вот наш, ох ты, я знаю, куда ты побежал, двигайся, так, он все равно у нас очень большой, так, автосейвинг, вот он у нас тут, давайте мы его, и давайте мы его еще уменьшим, пусть он будет там на 0.05, вот, допустим, да, и опять нажмем обычный view, вот, и то есть, вот мы так добавили нашего персонажа, и мы можем его так же подсветить опять, то есть мы можем опять добавить все такое-нибудь, light, нажмем G, чтобы все это у нас виделось, вот, и примерно на него добавил, пол-то света, чуть-чуть, ну вот, Сергей, я извиняюсь за то, что я перебиваю, тут вопросы в чате идут, то есть то, что мы видим сейчас из камеры, рендер будет такой же? да, 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 рендер будет такой же, то есть не зерна там, не каких-то таких вот эффектов? не-не-не, это же реал-тайм, то есть тут не будет зерна, да-да-да, это, это, если я не ошибаюсь, это паст-трейсинг, по-моему, да, и там расчет идет, каждого пикселя, ну, тут, грубо говоря, мы представим, что мы тут дорисуем ему, да, какой-то фонарик, вот, ну, мы можем вообще его убрать, пусть он будет таким, чисто силой, мы можем добавить больше, например, сюда, сейчас мы так вот его подвинем, откуда-нибудь там, не знаю, сверху падает свет, и он пусть будет тоже у нас теплый, какой-нибудь, вот, как мы рендерим картинку, то есть вот мы там взяли, например, еще там на задний план поставили горы, потом увеличили их, подвинули, Сергей, тут вопрос из чата, с Миксама можно в Unreal бросить персонажей вместе с костями и таймлайном анимации, чтобы потом, если что, позу можно было поменять внутри Unreal? да, 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 можно, можно с анимацией закидывать, но вот я, например, с этим еще не работал, я, честно говоря, не знаю, как нам это все делать, пока еще я с этим не разобрался, вот, но можно, это точно, я знаю, что можно, давайте там радиус увеличим и увеличим еще, не знаю, поставим 300, нет, 3000, давайте 3000, пусть будет, во, зарево там какой-нибудь там на заднем плане, и смотрите, давайте настройку камеры, вот сейчас покажу офигенные вообще моменты, мы можем, во-первых, вот сюда, у нас есть Focus Settings, мы нажимаем, и мы можем выбрать фокус, черт, что произошло, еще раз, камера, а, мы же в камере находимся, да, выбираем камеру, вот у нас, и мы, например, можем поменять фокус, но можем вручную делать, то есть мы можем, видите, как у нас размывается картиночка, вот, и, мы вот сюда добавляем, вот, так, можем чуть камеру приблизить, вот, чуть-чуть разблюировалось там, разблюировалось сзади, также мы можем поменять, мы здесь, например, у нас здесь настройки линзы, вот, постпроцесс, тут то же самое, он работает, как вот этот постпроцесс Volume, здесь в камере вы можете настроить вообще абсолютно все, то есть, можете увеличить bloom, прям можем его, видите, как здесь, так, можем его вообще убрать, мы можем добавить, опять же, экспозицию здесь поменять, уже внутри камеры тут будет своя экспозиция, можем сделать темнее, можем сделать светлее, мы также можем делать хроматическую аберрацию, вот здесь, видите, у нас добавилась хроматическая аберрация, чуть-чуть, вот, мы можем накинуть сюда, можем тут поменять стандартные настройки по камере, светлее, темнее, вот, разные, но я редко этим пользуюсь, можем добавить линз флэр линз флэр у нас он работает если мы солнышко наше добавим сейчас обратно где она у нас directional light добавьте моего чуть поищем где она у нас есть и подвигаем где же она у нас солнышко-то наше надо из камеры выйти вот оно вот сюда так давайте увеличим ему интенсивности добавим видите какие год рейсы крутые получаются да вот добавим красноты сорт софт надо фок чуть-чуть подбавить пусть будет 07 даже на 9 пусть будет даже можно 0 1 даже можно и больше вот я вот такими методами сижу и вот подбираю самый мне вот подходящий вариант вот так вот происходит мой принципе рабочий процесс вообще рисуешь последнее время почему-то не получается только вот в основном во всем вот этому ты сижу копошусь и на самом деле это так круто блин я это очень интерактивно для меня и это супер его смотрите мы зайдем сейчас камеру cinema camera actor а вернемся вот к этим настройками вот нас вот есть линз флэр где же как ее поймать эту линзу ухты умает я камеру так двигаю стоп мне так камера не надо двигать мне нужно двигать держи линза линз флэр появись я вот прикольно ребятам показывал при нашем первом созвоне линзу как линзу делать так где же куда я ее дел камера есть она видишь ты зараза пропала давайте вот я вам покажу просто тогда на этом проекте эту линзу то есть вы даже эту линз флэр и не обязательно там через photoshop ее накладывать кстати вот момент вот вы там например собрали сцену да как и заново открыть нажимаете recent projects нажимаете browse ищите ваш проект вот мой например winter soldier вот этот старый и нажимаете просто open вот он у вас нажимаете open у нас открывается и сейчас я покажу а чё извини пожалуйста не перебег да ничего страшного я сейчас открываю ну как бы покажу как работает линз флэр как сделать рендер ну рендернуть эту картинку и в принципе еще какие то есть вопросы я на них отвечу вот один есть open level мы нажимаем и вот собственно вот он у нас есть если вы много левелов сохраняете у вас вот здесь их будет куча но это возможно потом как-нибудь я расскажу что все не вместить unreal очень конечно огромный и вот смотрите мы заходим вот в камеру да и вот давайте поиграемся с этой линз флэр где же она у нас камера мы нажимаем type и он начинает по типу мешай по типу объектов он их сортирует я очень часто эта кнопочка пользуюсь тоже рекомендую вот нас и солнышко нажимаем е давайте мы это солнышко покрутим опустим его как нибудь там они же где же она у нас вот он у нас мы его опустим и давайте зайдем в камеру вот cinema camera actor наша камера и найдем опять эту линзу флэр где ж она вот lens flare вот она дорогим не к нашли видеть как она работает то есть мы ее можем увеличить по интенсивности вот она какая сильная мы можем ее убавить по интенсивности мы можем ей здесь поменять размеры бакешечки можем ее увеличить можем ее уменьшить вот и либо вы можете свои шейпы загрузить если вы сюда галочку нажмете и вот здесь вы можете загрузить свой шейп этой бакешечки я у вас будет своя индивидуальная бакешечка. А позицию можно менять? А позицию наверное можно. Да, вот зажимаете тинц. Наверное тут, если я не ошибаюсь. Или это у нас по... А, нет, это у нас свет. Нет, позиция меняется только если она меняется как бы физически. Я понял. В зависимости от положения солнца. Вот. И от положения камеры. То есть так вы ее сюда, например, не закиньте, потому что она физически будет некорректно тогда. И чтобы она была в этой стороне, ее надо тогда солнышко поменять. Вот. Оно должно быть как-то вот тут. Спасибо большое. Вот. Вот. И если вы решили, например, да, отрендерить ваш проект. Где же у меня? Что же я делаю? Где у меня солнышко? Вот. Вы там, например, выбрали, да, как вы хотите. И вот вы решили зарендерить ваш проект. Что я делаю? Я нажимаю, вот я захожу вот сюда. Рядом с палочкой перспектив. И нажимаю High Resolution Screenshot. Нажимаю High Resolution Screenshot. И я максимум могу сделать троечку. Я, если я делаю больше, у меня крашится Unreal. Но он выдает в очень высоком разрешении картинку. И все. Я нажимаю Take Screenshot. И все. Вот он сейчас подумает чуть-чуть. И здесь он покажет, что вот у вас сохранился скриншот в вашу папочку, где хранится ваш проект. Я задам, может быть, странный вопрос. То есть он физически не рендерит. Он делает скриншот, получается. Да. Да, да, да. То есть он рендерит же в реал тайме. Все. То есть это уже рендер есть. Он просто делает скриншот. И, например, если вы хотите отделить. Он зарендерит вот чисто скриншотом. И это, конечно, не совсем удобно. Там вам надо будет, например, отделить небо от вашего, да, от вашей основной сцены. Вы хотите сюда свое небо добавить. И что нужно сделать? Вы просто, например, можете сделать Unlead. И вот у вас только показывается текстура. И также отрендерить вот этот кадр. Вот именно с этим. Вы можете выбрать там в Airframe. И у вас он отрендерит вот именно так. Вот. Если вы там только, например, Detail Light, он у вас отрендерит только свет. Вот. То есть просто без материалов. Скажи, а обычные стандартные пассы есть, которые заливаются? Да, да. Я пользуюсь такими пассами. Я пользуюсь, например, я делаю Base Color. Я рендерю Base Color. Далее вот здесь Buffer Visualization. Далее я делаю... Ну, Roughness редко, потому что Roughness, он вот такой. Вот. Я как бы редко Roughness'ом пользуюсь. Я пользуюсь... Вот есть сцен, деф, глубина. Вот. Я ее рендерю. Это как Mist в блендере, да? Да, да, да. Это как Mist. То есть я через него делаю fog. Вот. И, соответственно, World Normal. Все, Normal Map. И больше, в принципе, я ничего не... Как ты, пожалуйста, а Normal тебе зачем? А я Normal пользуюсь таким образом. То есть я, например, если мне нужны где-то какие-то моменты по свету пройтись, да, выделить. Например, тут у него силуэт, он, допустим, достаточно такой темный. Я, например, хочу какие-то вот элементы ему выделить. Вот, например, рефлекс от неба. И я просто выделяю через этот... В Photoshop я... Сейчас вспомню, как же он. Photoshop. Так. Photoshop сейчас я... Не смогу его открыть. Там NDA-шные проекты. В общем... Как же? Color Range. Вот. Через Color Range я выбираю пиковый цвет. Какой мне нужен. Вот, например, вот здесь, да? Там мне нужны блики вот этого снежка. И через Color Range он мне... Именно этот цвет, он мне его полностью по всей сцене, он мне его выдает. И я там, например, кисточкой там через наложение там какой-нибудь Lighten или Screen или там Color Dodge прохожусь. И он мне вот чисто те зоны, которые я выделил, он мне чисто по ним только я прохожусь и все. Как маска. Я пользуюсь его как маской. Вот. Понял. Спасибо большое за ответ. Вот. В принципе, если есть какие-то еще вопросы, давай я на них отвечу и будем тогда на этом заканчивать. Да, давай. В общем-то, тут есть вопрос. Какое разрешение у рендера вот этих вот скриншотов? Сейчас скажу. Сейчас скажу. Так, давайте зайдем и посмотрим. Так. Edge Project Winter Soldier. Вот они, они, они сохраняются вот сюда. Saved папочку и Screenshots. Вот они. Windows Editor, вы заходите, и вот видите мои пассы. Давайте посмотрим разрешение. 7170 на 3304. Ну, достаточно большое. Вот. Он зависит, по-моему, да, от монитора, от вашего. Вот. И, собственно, такие пассы я выгрузил для этой работы. Вот. И все. То же самое для этого шота. Вот. Вот тут тогда еще вопрос. Зачем нужен голодиффузный канал? Я всегда его рендерю, но никогда не использую. На самом деле я его тоже не использую. Я, вот, голодиффузный канал я использую, как, опять же, в качестве маски. То есть, вот, например, если мне нужно выделить персонажа, да, вот этого, и вот, если я там Magic Tool'ом попикаю на него, он мне легче его выделить. Вот. И, в принципе, я только для этого использую. А также я, например, через Color Range выделяю здесь небо, так как он хорошо черный везде. И вот он мне все эти черные углы, он мне все, как бы, отдельным потом слоем я смогу здесь наложить небо. В принципе, так же больше я диффузный канал вообще не использую. Спасибо за внимание. Были работы, которые ты вообще не обрабатывал в фотошопе? Ну, нет, я, как правило, стараюсь все работы в фотошопе обрабатывать, потому что все равно, как бы, до идеала, да, то есть, картинка не доходит. То есть, я понимаю, что, вот, например, вот тут, да, есть очень грубые какие-то моменты, вот эти, да, они такие 3D-шные. И все равно я в фотошопе, или вот здесь, там, да, вот мы видим. Вот. И эти 3D-шные моменты, я все-таки стараюсь их как-то убрать. Вот. Поэтому я создаю такую иллюзию, как бы, того, что все это, ну, как бы, нарисовано. Вот. И где-то что-то я замазываю, поэтому фотошоп обязательно в конце пост-обработки. Тогда это будет просто такой левел-дизайн. Видите, как я вот сделал скриншот, и у меня немножко стал подтупливать Unreal, поэтому я обычно его перезапускаю после скриншотов. Вот. Начинаем, медленно начинает почему-то работать. Вот. Какие-то еще есть вопросы? Где-то у нас рекордный спикер по времени. Вот, я думаю, последний вопрос, мы его зададим. Если ты не хочешь отвечать или не можешь, можешь сказать так об этом прямо. Что можешь посоветовать посмотреть по оверпейнту и брашворку? Изучать работы других художников, которые вам нравятся и которые используют вот эти моменты. Вот. Я, например, там в свое время изучал работы вот Джамма Джурабаева, потому что мне нравится его брашстроук, какие он использует моменты. Вот. И, в принципе, пытался их как бы повторить и взять себе в арсенал. Вот. Поэтому, наверное, больше только так. То есть, визуально напитывать себя именно теми работами, которые вам нравятся и как бы скопировать этот стиль. Но при этом вы не станете как бы плагиатором, а вы просто... Если вы один в один все это будете делать постоянно, то, конечно, да, это будет не очень. Но вот если вы поймете принцип, да, как вот думает художник, почему он использует вот здесь такой брашстроук, почему он тут вот так вот делает носки, то вы поймете, как бы, как это использовать в ваших работах. Вот. Поэтому подглядывать на работы, которые вам нравятся. Спасибо за ответ. Ну, в общем-то, вот самый-самый последний вопрос. Мы его всегда задаем всем нашим спикерам. Есть ли у тебя какой-то совет тем, кто только начинает рисовать? Основной, наверное, совет будет в том, что, во-первых, в первую очередь, если вы хотите действительно освоить эту профессию, вам необходимо выстроить себе какой-то план обучения. Потому что если вы будете просто рисовать от того, что вот хочу вот это нарисовать, хочу вот это, как бы, вы будете растрачивать свою энергию и время драгоценное. Вот. Поэтому прям вот если есть какие-то курсы, например, да, которые вы действительно считаете, что они вам нужны, берите эти курсы смело, не жалейте за своих средств, потому что это вам действительно поможет. Вы получите основу всех этих знаний, да, как бы, структурировано и будете понимать больше, чем вы будете заниматься неким самокопанием. Вот. То есть обучаться, это главное. Первое, это учиться. И второе, не отчаиваться, если что-то не получается. Потому что все проходили через это. Вот. И то, что тяжело сейчас, это нормально, это будет тяжело некоторое время. но просто есть такое золотое правило, которое меня всегда вдохновляет, и оно действительно работает. Правило 10 тысяч часов, по-моему, да, или 8 тысяч часов. То есть нужно просто практиковаться, потому что научиться рисовать, это вопрос времени, честно говоря. Это просто практика. Практика, практика, ежедневная практика, и все. Это тренируется очень легко. Вот. Другое дело, что сложнее тренируется, это ваше мышление, как вы думаете. Потому что очень много художников есть, которые действительно, вот, к сожалению, однотипно рисуют, уходят в клише. По одной простой причине, что боятся рисковать, боятся пробовать что-то новое. Поэтому не бойтесь, работайте с открытым брифом. Если вы особенно хотите в концепт-дизайн, то вам нужно обязательно учиться работать с открытым брифом, то есть, когда вы придумываете с нуля. вот это будет вас цениться гораздо больше, чем умение рисовать. Потому что для концепта художника это самое важное. Это шарить в дизайне и придумывать. Вы должны быть такими креативщиками в первую очередь. Вот. А все остальное это инструменты. Вот тот же Unreal вы выучите вообще без проблем. Он очень простой, честно говоря. Это с виду он кажется сложный. Пару уроков, просто откройте его, не бойтесь. Еще один такой важный совет, он очень мне на самом деле помогает. Я его использую всегда. Вот когда я только узнал так же, как многие сейчас про Unreal, я такой вау, круто, вау, классно. И когда я его открыл, я в нем начал копаться, я часами в нем сидел, его изучал. Но лучше всего, когда вы уже что-то начинаете в новой программе, которую вы осваиваете, вы ее более-менее начинаете понимать, сразу же добавляете ее в свой рабочий pipeline. Потому что, когда у вас есть рабочая задача, и вы ее добавляете в вашу работу, и вы такие, так, окей, как я это сделаю? Сделаю я это в Unreal. Да, вы потратите чуть больше времени, но вы на стрессе, вот на таком, что у вас заказчик дышит в спину, у вас там дедлайн, вы потратите чуть больше времени, чуть больше нервов, но вы на этом стрессе, вы эту программу изучите гораздо быстрее, и вы быстрее поймете, как в ней работать. Поэтому, если вы что-то изучили новое, тут же добавляйте его в ваш рабочий процесс, не откладывайте на потом, на свои личные проекты, сразу же в работу. И только тогда вы прям быстрее, быстрее будете прокачиваться. Это прям факт. Вот. Спасибо большое за ответ, и спасибо за то, что ты сегодня выделил столько времени, рассказал нам и показал. Я себя чувствую очень неудобно. Тут надо донат на самом деле делать, Сергей. Спасибо тебе, удобно, конечно, очень неудобно. И знаешь, самое главное, приятно слушать. То есть, вот не хочется останавливать, перебивать, какие-то вопросы задавать. Ты просто слушаешь, и у тебя время летит незаметно. У тебя на самом деле хороший дар спикера быть. Спасибо, спасибо. Поступать, объяснять, как бы видно, что ты это делаешь с чувством, с какой-то отдачей, и это, ну, огромная тяга благодарности. Да, на самом деле мне очень нравится шарить знания. Я надеюсь, что сегодняшний стрим оказался для многих очень полезным. Я думаю, что вы действительно будете использовать Unreal в ваших проектах, и ваши работы станут еще круче, и они будут топ-артстэшн. Да. Спасибо. Самое главное, это же лайки на артстэшне. Мы все ради этого делаем, правильно? Действительно. Еще раз спасибо, Сергей. Спасибо все, кто с нами сегодня был. Обязательно подписывайтесь на Сергея в социальных сетях. Вот. Тоже ставьте нам лайки и подписывайтесь. Вот. Всем хорошего вечера. Спасибо, ребята. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok